Субтитры делал DimaTorzok Есть AWS, есть Azure, есть Google Cloud Поэтому когда мы говорим о Spring Cloud, что мы имеем в виду? А имеем в виду мы следующее Когда человек начинает делать разработку микросервисной архитектуры Которую он подразумевает, что скорее всего он потом будет разворачивать в каком-то облаке То ему, наверное, понадобится много всяких разных стандартных вещей Стандартных решений, которые все находятся под группой IT Spring Cloud Там есть много всяких разных порезняшек Сегодня мы будем говорить конкретно двух наиболее распространенных Это Avrica и это Config Server Два слова о себе Я последние несколько лет называюсь Software Director в EPUM До этого это была компания Nike Technologies, которую купил EPUM И теперь я радостно возглавляю тут отдел разработки точно так же, как и до покупки Только теперь у меня намного больше ресурсов и потихоньку становится больше людей И в качестве работы я строю команды, внедряю клиентов, готовлю к интервью, интервьюрую Консультирую клиентов, менторю свои команды, читаю тренинги для своих и чужих И до сих пор продолжаю писать код В последнее время хочется уже писать его за спасибо, лишь бы дали что-то пописать Потому что очень страшно потерять форму Я все боюсь, что я проснусь когда-нибудь утром и буду медленно попадать по клавишам Автокомплит в IntelliJ плохо начнет работать и меня спишут на пенсию Вот, значит, поскольку речь пойдет про микросервисную архитектуру, как уже было понятно Потому что только тут имеет смысл говорить про всякие разные Spring Cloud приблуды То давайте, во-первых, разберемся, какие плюсы в этой архитектуре И, соответственно, как мы эти плюсы будем технически реализовывать Используя всякие разные полезные штуки Spring Cloud Так, ну давайте по порядку Я специально не открывал Википедию и не читал список Составил вот то, что как бы мне кажется, то, что я постоянно вижу Значит, ну, самое, наверное, первое и самое главное Это мы же любим Solid, правильно? Мы любим Single Responsibility И микросервисная архитектура дает нам Single Responsibility на уровне одного микросервиса То есть, если раньше у нас был Monolith Это большая, огромная система, в которой есть куча всего Такой, как дизайн-паттерн-фасад получается И она тяжеловесная, со всеми кучами проблем То в микросервисной архитектуре у нас, соответственно, каждый отдельный модуль Бывшего Monolith является отдельной независимой единицей Запускается в отдельном контейнере И зачем нам это все нужно? Значит, что нам вообще-то на самом деле дает Single Responsibility? Да, все же знают, что все дизайн-паттерны строятся по принципу Solid То есть, они все существуют, но большинство из них для того, чтобы Solid соблюдался И в Solid, наверное, одна из самых главных букв это S Которая означает Single Responsibility И почему нам это так важно? Значит, идем от обратного Если мы не работаем по Single Responsibility Я это сейчас говорю на уровне кода, даже не на уровне архитектуры Если каждый класс отвечает за очень многие вещи, а не за что-то одно То это приводит к тому, что любое изменение в системе То есть, когда нам нужно какую-то новую фичу допилить или изменить Будет приводить к тому, что надо будет делать очень-очень много изменений То есть, если каждый класс отвечает за все Взять обратную крайность То изменение любой вещи будет изменять каждый класс И, соответственно, если каждый класс отвечает за что-то одно То причина на изменение этого класса будет тоже только одна И, соответственно, у нас все будет намного более гибкое Потому что менять придется мало Когда мы говорим про Single Responsibility на уровне микросервисной архитектуры Это нам таким образом откроет очень много дополнительных плюсов Во-первых, намного будет проще делить работу между людьми То есть, сидит каждая команда пилит свой микросервис И там что происходит, какие проблемы с environment у другой команды Никаким образом на них не повлияют Поднимать Monolith очень долго Неважно, говорим мы про поднять его в продакшене Там время тоже дорогое Или мы говорим поднять его на стейджинге Или мы говорим про то, что человек локально хочет что-то проверить Что он починил Ему для этого надо поднять весь микросервис А если микросервиса нет, потому что есть Monolith Придется, опять же, поднимать его весь А это очень обычно долго, хлопотно Это очень часто приводит к тому, что нужно какие-то всякие дополнительные вещи В environment добавлять Чтобы можно было весь Monolith поднять Даже добавлять вещи, которые абсолютно не актуальны тому человеку Который писал какой-то код, который не связан со многими другими вещами Которые в Monolith находятся Соответственно, это будет намного проще тестировать Это будет проще и быстрее собирать Это будет быстрее запускаться Намного будет меньше конфликтов в версии у различных зависимостей То есть, опять же, когда мы говорим про монолитную архитектуру В которой у нас есть одна система Которая держит в себе код абсолютно всего, что эта система делает И, соответственно, имеет огромное количество сторонних библиотек Которым она пользуется Вероятность того, что модуль А и модуль Б Которые находятся внутри одного монолита Хотят использовать там какой-нибудь CG-lib разной версии Чем больше и толще Monolith Тем больше вероятности, что рано или поздно Где-то будет какой-нибудь конфликт между зависимостями У сторонних библиотек Когда мы говорим про микросервисную архитектуру И каждый микросервис встречается что-то одно То, соответственно, внешних зависимостей намного меньше И намного проще разрулить конфликты между ними Это, в принципе, на самом деле Если вы спросите, зачем ты нам все это рассказываешь Ну, поскольку вы работаете в ЕПАМе А ЕПАМ часто требует от вас проходить собеседование клиентам Это один из вопросов, которые могут вам задать на собеседование Типа, что хорошего в микросервисной архитектуре Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что у нас меньше конфликтов зависимости Это можно расширить и сказать, что вообще микросервисная архитектура Дает возможность использовать совершенно разные технологии в разных микросервисах И, может быть, какой-то микросервис для конкретной задачи удобнее даже написать не на джаве На каком-нибудь там питоне или еще на каком-нибудь языке Который больше подходит под конкретную задачу Что никак нельзя сделать в монолите Точнее, ну, наверное, как-то можно сделать Но это будет очень трудоемко, громоздко И будет очень много геморроу человека, который будет поднимать монолит В котором питон вместе с джавой еще с какими-то языками А в микросервисной архитектуре у нас как бы все здорово и хорошо Ну и, соответственно, один из основных официальных плюсов микросервисной архитектуры Это то, что нам будет легко в будущем масштабировать не весь монолит В случае, если у нас будет проблема с перформансом А только нужные части системы То есть, если у нас вместо одного монолита, в котором есть модули от A до Z Каждый модуль – это отдельный микросервис И сейчас мы видим, что у нас провисает все в модуле B То мы можем, соответственно, запустить 3, 5, 10, 15 копий модуля B Для того, чтобы снять нагрузку И более того, опять же, если мы запускаем это все потом в каких-то облаках Где есть всякие разные дополнительные сервисы Которые могут эту нагрузку вычислять в рантайме То мы можем все настроить так, чтобы не платить лишнюю денежку Когда у нас не хватает каких-то определенных микросервисов Ну, я имею в виду копии их из-за этого все проседает То, соответственно, они будут масштабироваться Нагрузка будет падать, там часы пик прошли То они, соответственно, будут сворачиваться И таким образом мы оптимизируем, сколько денег мы тратим на всю работающую систему И если, соответственно, моя часть – это написание кода Который будет хорошо масштабироваться И с использованием Spring Cloud Хорошо друг с другом общаться И находиться в разных микросервисах То Саша задача после меня будет показать Как все микросервисы, которые я напишу сегодня И буду запускать их локально Может быть легко запускать в разных облаках Как это может быть масштабировать И так далее, и так далее Вот Значит, соответственно, для того, чтобы Саша потом все это мог сделать Мне изначально, соответственно, надо будет взять какую-то задачу Которая будет очень хорошо ложиться на микросервисную архитектуру И поскольку сегодня у нас, на самом деле, если мы говорим про общение микросервисов Есть как бы два основных способа, как они могут между собой общаться То есть если раньше это был монолит И сервисы, грубо говоря, просто функции вызывали друг друга напрямую То сейчас мы говорим про общение между двумя разными микросервисами Которые каждый бежит в своем томкате или в каком-то другом контейнере У нас есть два варианта Либо мы можем настроить общение асинхронно Это у нас, соответственно, будет какой-нибудь там RabbitMQ или GMS Или там, скорее всего, какая-нибудь Kafka И один микросервис кидает сообщение, другой забирает сообщение И здесь ничего, в принципе, от разработчика не понадобится Но это как бы и так, мне кажется, освещено со всех сторон То есть про Kafka, по-моему, каждый третий доклад Поэтому мы решили показать, как, в принципе, решается та же самая задача Как микросервисы общаются друг с другом В случае, если общение нужно сделать синхронное Не каждая задача подходит под асинхронное сообщение И, соответственно, у нас будет использоваться стандартный REST Какой-нибудь там REST-темплейт И микросервисы будут разговаривать вот таким вот образом При помощи друг друга У нас очень быстро возникнет вопрос А как они будут находить друг друга Учитывая, что может быть несколько копий Как это все настроить Но давайте как бы по порядку Сначала мы к этой проблеме и придем Решать будем следующую задачу Нам надо будет написать какой-то сервис Микросервис Который будет называться экзаменатор Который будет иметь один единственный внешний эндпоинт Для людей, которые хотят получить какой-то готовый экзамен Который они там потом распечатают Или, не знаю, что-то по-другому с ним сделают Пойдут его давать своим студентам, абитуриентам и так далее Значит, на вход в экзаменатор В этот единственный эндпоинт Будет приходить вот такая вот мэпа В которой будет написано О, грамматическая ошибка В которой будет написано название темы И количество вопросов этой темы, которые нужно И в будущем планируется добавлять разные темы И для того, чтобы работать по single responsibility У нас не будет одного монолита, который умеет генерить все виды экзаменов А у нас будет много разных микросервисов Каждый из которых отвечает за конкретную тему То есть микросервис по истории, он там будет, например, иметь базу данных В которой краются вопросы по истории И он там, когда ему говорят, типа, дай 10 вопросов Будет там рандомально вытаскивать какие-то 10 вопросов из базы Микросервис по математике, например, не будет иметь никакой базы Он будет иметь определенную логику, которая будет генерить в каких-то определенных заданных рамках какие-то вопросы по математике и, соответственно, будет иметь такой же импоинт, как история, только выдавать он будет лист вопросов по математике. Ну и как бы в будущем планируется, что там будет добавлена геометрия, будет добавлена физика и каждая логика каждого микросервиса будет уникальна, как они именно генерят свои виды вопросов. Единственное, что все объекты вопросов должны иметь, естественно, одну модель, один стандарт для того, чтобы из них можно было скомпоновать экзамен. И делать это все будет экзаменатор. То есть мы уже сразу видим, что у нас действительно достаточно скоро понадобится наладить общение между экзаменатором и всеми вспомогательными микросервисами, потому что внешний клиент обращается в экзаменатор, сообщает, как надо скомпоновать экзамен, каких вопросов сколько. Экзаменатор обращается к вспомогательным микросервисам, у каждого получает нужную секцию, соединяет все эти секции в один экзамен, добавляет там экзамену тайтл, еще какие-то вещи, и в конечном итоге конечный скомпонованный экзамен в формате JSON уходит от клиента. У нас все-таки доклад не интерактивный, опять же, я не вижу зал, поэтому я могу только надеяться, что вы представили задачу. И начнем мы, давайте начнем справа налево, по-еврейски, начнем с математики. Значит, вот у меня уже есть заготовочка пустого спринг-бутового проекта, как вы видите, тут написано, ни одного класса нету, application properties пустой. И давайте начнем с пома, покажу вам, что ничего я пока хитрого нового не добавлял. Что у нас, значит, есть? У нас в зависимости есть актуатор, он нам в будущем понадобится для данного доклада, но в принципе, в двух словах, для тех, кто не знает про актуатор, на данном этапе это такой автоматический стартер, который, как только мы добавляем, он активизируется автоматом, ничего не надо делать, и он имеет определенные эндпойнты, по которым можно ходить и получать статус, там, живой-неживой, какие-то метрики и так далее. И, соответственно, у нас точно так же есть стартер на веб, потому что мы будем писать обычные REST-контроллеры, которые по REST-у, соответственно, нам будут возвращать вопросы. Ну, без ламбока, естественно, никуда, стартер для тестов, все, больше ничего нету, стандартный POM, там какие-то подключенные репозитории, которые, кстати, по-моему, мне не нужны, я там просто с разными версиями пытался играться. Вот, все, больше ничего нету. Поехали. Значит, начнем давать сегодня по разнообразию, будем писать сверху вниз. Так, значит, напишем мы какой-нибудь математический контроллер, масс-контроллер. Масс-контроллер. Так, это у нас будет REST-контроллер. У него будет стандартный префикс на все end-поинты, допустим, slash-API, как это часто принято делать. Вот, и будет один-единственный end-поинт, по которому он будет, даже по GET-у, допустим, он будет принимать URL типа там что-нибудь slash-questions. И будет параметр, сколько вопросов нужно, это будет request-параметр, вот так. Ой, только здесь его писать не надо, это так, в URL так будет приходить, правильно? А здесь мы просто публичноим метод, который будет возвращать объект типа question. Get random questions, например, будет называться. Здесь у нас будет приходить вот этот вот path-variable, который будет называться amount, это integer. Вот. До, по-моему, версии 4.3 надо было еще раньше делать, только это не path-variable, ребята, да? Видите, IntelliJ, знаете, какой умный. И IntelliJ вот это мне уже подсветил, подсветил цветом и говорит, что типа у меня не хватает здесь параметра, потому что если я дел бы REST, то мне надо было сделать вот так, да? И тогда вот этот нехороший цвет, похожий на детские эти самые, исчезает. Вот. Но, мне кажется, будет удобнее и логичнее, хотя, в принципе, на самом деле, кто как любит, чтобы это был request-параметр, и до версии 4.3, если они не изменяют память, надо было еще вот делать вот так. То есть mapping-параметр надо было передавать, ну, чтобы знали, как называется параметр, потому что при компиляции вот это превращается в arg0, и, соответственно, название параметра становится неизвестно. Но с версии 4.3, если у вас нормальная Java, сегодня, на самом деле, любая Java уже нормальная, типа после 8, то сохраняются при компиляции, по-моему, по дефолту, названия параметров, поэтому как бы Spring сохранит этот mapping, и ничего не надо делать. Вот. Значит, теперь мне нужно сделать, соответственно, нашу модель, класс question, будет, почему, о, смотрите, Intelligent, починился, у меня он что-то в тестах все время добавлял. Вот. Это будет стандартный дата-класс, что есть в любом вопросе, в любом вопросе есть, ну, давайте у нас будет вот такой формат для вопросов, будет string с самим вопросом, и будет string с ответом. А дальше уже пусть клиент решает, что делать, эти ответы показывать, не показывать, написать потом какой-то сервис, который будет автоматически проверять. Моя задача – выдать экзамен с вопросами и ответами. Это уже не мое дело, как этот экзамен потом будет проводить инструктор. Так, то есть мне главное полностью вернуть все, что может понадобиться экзаменатору, и вопрос, и ответ. Так, поехали дальше. Значит, это наш масс-контроллер, значит, только random пишется не так. Run. Так, что нам нужно? Нам нужно какой-нибудь там, не знаю, array list. Только почему я возвращаю question? У меня же list question должен возвращаться правильно. Нам уже amount передают, соответственно, должен быть list от question. Вот так вот, question, вот так вот, почему-то. Когда интересно, IntelliJ научится сам или перенастраивать руками, вот это делать. Так, и теперь давайте сделаем какой-нибудь простейший цикл. Вот так, просто будем этот лист забивать вопросами. То есть у нас будет, давайте мы сюда заинжектим какой-нибудь сервис. Вот так вот будет, это wired, private, какой-нибудь там math-сервис. Math-сервис, math-сервис, что он должен будет уметь делать. Так. Почему он мне не предлагает создать новый класс? Вот он предлагает. Я вчера ночью, то есть, точнее, уже сегодня понял. Меня очень часто спрашивают, когда, Женя, ты делаешь интерфейсы, когда ты не делаешь интерфейсы. Я говорю, если вы начинаете учить программирование и не имеете большого опыта, и не чувствуете этой задницы, пишите всегда интерфейс. Так оно будет правильнее. А когда появится опыт, вы будете чувствовать, когда. Вот сам это объяснить не мог. Я не думаю, что я это готов объяснить до конца, но начинаю приближаться. Когда я пишу топовый класс, ну, например, там, контроллер, и я понимаю, что эта имплементация никуда не будет инжектиться, соответственно, никто не захочет заменить это на mock, то, наверное, в этом случае я поленюсь и могу сделать сразу класс. Поэтому здесь по-хорошему, в принципе, наверное, надо было делать интерфейс, но поскольку этот mass-сервис, это у меня практически как топовый класс, то я его сразу делаю классом, пометив только его аннотации сервис, и у него будет метод, который будет возвращать один question, который будет называться, там, не знаю, getRandom. getRandom, он ничего не принимает, дальше будет у него какой-то, не знаю, вот такой, не будем только каждый раз создавать, будет объект рандома у нас. Здесь мы, давайте, чтобы красиво будет у нас какой-то параметр, мы будем генерить вопрос по математике. Ну, допустим, сейчас это будет, там, для детского сада просто, там, примеры на плюс в очень маленьком диапазоне. Значит, у нас будет пока захардкожено, что до 10, потом мы это будем откуда-нибудь с клауда этот параметр стягивать, но пока это будет так. О, значит, соответственно, мы делаем A, мы делаем B, и дальше мы делаем question.builder.question. У нас, соответственно, получается A плюс, там, плюс, плюс B, плюс... Кстати, я пока это дописываю, думайте, хорошо ли стринги соединять при помощи плюса. И тут, на самом деле, все не так однозначно. Плюс B, потом дальше плюс, так, равно... Ну, что-нибудь вот такое, да? Дальше у нас будет answer. Answer это будет A плюс B. Merch на плюс. Ну, это надо как-нибудь вот так. И в конце мы это все забилдим, правильно? Вот так. Build. И у нас получился койчем. В принципе, на самом деле, можно его убернуть, а зачем мне его в параметр выносить? Верно? Вот. На самом деле, сколько вот здесь вот получается стрингов на этапе сложения? Вы же знаете, что стринг – это immutable объект, поэтому каждый раз, когда мы делаем плюс между двумя стрингами, у нас, типа, создается новый стринг, а тут создается новый стринг, и мы, по идее, плодим очень много мусора, и, наверное, было бы правильнее делать это через какой-нибудь стринг-билдер, вот эти соединения. Что-то мне подсказывает, что Java сможет это соптимизировать сама, а мне так писать короче и проще. Так, но это не точно. Вернемся в наш масс-контроллер, значит, соответственно, у нас будет вот эти questions заполняться вот этими при помощи нашего масс-сервиса, новыми рандомальными questions, и в конце мы все эти questions вернем. Return questions. Все. Вот, в принципе, мы закончили простенький микросервис. Еще раз, значит, у нас есть один контроллер. У этого контроллера есть один intpoint, который принимает на вход количество вопросов, которые нужно вернуть. Создается пустая коллекция. Эта коллекция сбивается какими-то случайными вопросами, которые нас не очень интересуют, потому что доклад не про то, как написать бизнес-логику генерации случайных экзаменов во Spring Cloud, поэтому вы уж не объясните, что вопросы будут простенькие. И в конечном итоге мы эту коллекцию возвращаем. Все. Вот вам задача. Для тех, кто заканчивает болеть стримозом, попробуйте вот это написать на стримах и скажите, получилось ли у вас красивее, чем у меня. Я очень допускаю, что да, но вопрос, стоило ли оно того. И подумайте, болеете ли вы еще стримозом, или вы уже поправились. Так, значит, что, можно, в принципе, попробовать запустить. Ну, по умолчанию порт у нас будет 8080, поэтому, в принципе, можно... Ой, ну что, запущен даже. Так, пока он запускается, хочу посмотреть, если у меня что-нибудь еще, окна лишние не закрыты, нет, все закрыто. Вот, значит, это уже следующий микросервис, такой у нас еще нет. Вот у нас, по идее, endpoint должен быть вот такой, 8080, slash API, slash questions, и количество вопросов, давайте попросим 10. Бах. И не работает. Что у нас не работает? Еще на... А, что-то упало. Да, я даже знаю, что... Это у меня всякие разные вещи, которые... Почему-то с какой-то версией IntelliJ перестал автоматически синхронизироваться с Maven, поэтому, когда у меня, вот я вот, например, какую-то зависимость закомментировал, мне после этого надо идти и делать рефреш. Я, видимо, его здесь не сделал, или он не сделался. И у меня сейчас подключены, хотя здесь они закомментированы, но IntelliJ думает, что у меня еще по-прежнему подключены какие-то стартеры, которые не будут работать, пока я кое-что еще не сделаю, а сделаю я это позже. И стартеры пока эти еще не нужны, потому что мы еще даже не знаем, зачем они. Пока мы просто поднимаем микросервис для какого-то Spring Cloud, обычный Spring REST, то есть Web. Вот оно поднимается. Вот оно вроде нормально поднимается. Поднялось вроде. И теперь, если мы про-рефрешимся, мы видим, что мы получаем в пределах 10, да, то есть у нас, помните, Max стоит на 10, поэтому мы никогда не видим больше, чем девятку. Все замечательно. Один микросервис готов. Окей? Можно вберутся в презентацию. Вот это с этой математикой мы разобрались. Давайте теперь напишем историю. Во-первых, для того, чтобы показать, насколько он по-другому будет выглядеть. А во-вторых, обратил я внимание, что почему-то, несмотря на то, что Spring Data REST появилось достаточно давно, есть немалый процент людей, которые просили меня написать доклад про Spring Data REST, чтобы хотя бы вообще осветить, что это. Вот сейчас заодно освещу, тем более, что это возьмет не больше, чем 5-7 минут. Смотрите, сколько времени возьмет нам написать микросервис, который будет делать вопросы по истории, которые будут приходить из базы. Где у меня эта история? Вот у меня история. Не волнуйтесь, все писать буду с нуля. Этот микросервис, опять же, пустой, чтобы никто не сомневался. Видите, Application Properties пустой, Main стандартный, и в POMI ничего не должно быть подключено, кроме как, видите, опять там все вещи от клауда, которые я буду добавлять, они пока закомментированы. У нас есть стандартный актуатор, у нас есть Spring Data GPA, у нас есть вот этот вот Spring Data REST, который нас экономит большую тучу времени. У нас, как всегда, есть Web, база данных H2, Lombok, все радости жизни. Все. Больше ничего здесь нет. Так, значит, что мы, как мы здесь это напишем? Во-первых, если математика генерирует вопросы сама, то базу данных с вопросами по истории кому-то надо заполнять. Соответственно, у этого микросервиса есть дополнительная логика, которой в математике не было, это предоставить Endpoint, при помощи которых можно в эту базу добавлять вопросы, редактировать вопросы, стирать вопросы. Соответственно, нам, опять же, нужна модель. Вы уж извините, я тут сэкономлю на всех этих трансфер, на всех этих DTO и конвертерах, поэтому у меня просто модель будет у каждого своя написана с нуля. Тем более, что это достаточно спорный вопрос, писать ли модель каждый раз с нуля для каждого микросервиса, если она общая, между несколькими, или сделать какой-нибудь jar, который common, и, соответственно, пользоваться моделью из этого общего jar, просто ставить на него зависимость. Вы понимаете, да, плюс и минус этих двух подходов? Я когда-то считал, что копипейст это самая плохая вещь, которая может быть. Всем бил по пальцам, никогда не делайте копипейст. Тем не менее, я сейчас по факту буду как раз его и делать. И честно, у меня с совестью, в принципе, все нормально, я ночью хуже спать не стал. Почему? Какие есть плюсы копипейст? Вы понимаете, что я делал? Вот этот объект question, у которого есть private string question и точно такой же answer, я его не буду выносить в какой-то common, а буду каждый раз имплементировать у себя. В чем смысл двух этих подходов? Во-первых, когда мы говорим про копипейст, который зло, это копипейст логики. Если мы написали кусочек кода, то есть какую-то функцию, и вы начинаете эту функцию копипейстить в разные места, с этим есть очень серьезная проблема, потому что если в ней нашелся баг, этот баг теперь скопипейстился, бог знает, сколько мест. Если появилось изменение требований к использованию этой функции, и что-то в ней подкрутили, теперь неизвестно, где это надо теперь подкручивать еще раз, потому что кто знает, сколько раз его скопипейстили. Но когда мы говорим про модель и копипейст модели, в модели же нет кода, это же чисто просто состояние, то есть описание состояния, какие у нас есть контейнеры для каких пропертий. И во-первых, поскольку, как мы уже говорили, здесь может быть микросервис вообще на питоне, здесь на джаве, то выносить вот эту вот модель в общий какой-то джар, это в некоторых случаях будет даже достаточно бесполезно. Кроме того, когда у нас есть общий джар с моделями, это немножечко убивает идею микросервисной архитектуры, потому что микросервисная архитектура должна позволять людям идти вперед. То есть человек может какую-то новую версию микросервиса пилить, а старая версия микросервиса по-прежнему работает со старой моделью. И таким образом у него должны быть развязаны руки, чтобы он мог свою модель менять так, как ему нужно. Если есть какая-то совсем уж совсем общая модель, то ее теоретически можно вынести в какой-то общий джар, но тогда должны быть, наверное, какие-то конверторы, которые из общей модели переводят это в нашу конкретную домейнную модель отдельного микросервиса. Почему это нужно? Например, в микросервисе, который у нас будет главный, вот этот вот экзаменатор, делан у нас на слайдах, вот этот вот. Модель квэшенов будет выглядеть точно так же, как мы написали, то есть квэшен-ансер. В истории это будет выглядеть как квэшен, в математике это будет выглядеть как квэшен-ансер. А вот, например, в истории у нас еще появляется какой-то айдиштик, потому что мы ее в базе сохранить собираемся. У нас появляются какие-то аннотации айбернета, вот, например, я вот здесь хочу поставить эндити. Это совершенно не нужно для того класса квэшен, который будет у экзаменатора. Понимаете, почему? Или у математики. Как только я вот это поставил, у меня сразу появилась необходимость использовать Spring Data, ну, этот, GPA, айбернет, то есть появляются какие-то дополнительные джары, которые обязательно, иначе без них аннотация антики, она же приходит не из Spring, она же приходит из какого-то там Java Persistent API, а в другом микросервисе, который тоже использует квэшен, но не работает с айбернетом, он может вообще хранить это в базе данных Монго. У него там другие аннотации, у него собака документ-аннотация стоит, которая из Монговской, да, вот этой штуки, или может быть как в математике у него вообще нету никакой аннотации, почему он должен за собой айбернет тянуть, вот, а так у нас получается у всех развязанные руки, и я тут ставлю дополнительные вещи, да, то есть у нас должен быть ID, который будет автоматически генериться, private, допустим, integer ID, вот, так, что теперь, теперь, ну, раз уж у нас есть класс модели, мы под него пишем, ну, Spring Data, я надеюсь, что все знают, что нам не надо сейчас писать никакие слои репозиториев, а только указать, какие нас интересуют методы, и нам сейчас генерят Spring Data, и значит, у нас будет, как он будет называться, там, не знаю, question repo, будет question repo, который extends от GPA repository, модель наша, question, IDшник у нас, integer, вот, всякий find by, find by, мне, в принципе, здесь не надо дописывать, по крайней мере на данном этапе, и на самом деле я закончил разрабатывать ту часть микросервиса, которая предоставляет возможность добавлять вопросы, апдейтить вопросы, стирать, ну, давайте это проверим, только нам надо порт переставить, да, потому что мы будем одновременно уже несколько запускать, значит, соответственно, в Application Properties тут надо наш сервер порт, допустим, 8081 сделаем, и запускаем его, вот, так, запускаем, 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 вроде запустился, давайте пойдем сюда, и теперь вместо того, чтобы обращаться на порт 8081, обратимся вот сюда, ну, естественно, мы ничего не получаем, потому что у нас, а, 440, кстати, нехорошо, а, ну да, у нас контроллер даже не написан, вот этот контроллер, который умеет давать рандомальные вопросы, пока не написали, мы сейчас что сделали, мы сейчас по идее написали ту часть, которая дает возможность добавлять вопросы в базу, чуть через секунду объясню, как это работает, давайте проверим, что это вообще работает, вот у нас есть, вот, так, вот Local 8081, если мы вот сюда зайдем, о, ничего не случилось, очень интересно, нету у нас тут URL для квашн, давайте посмотрим, что я забыл, потому что он все-таки, по-моему, опять-таки в тесты поставил, ты посмотри на него, ты посмотри, IntelliJ почему-то, когда я гениировал все эти классы, видите, куда он их положил, почему-то в тестовую директорию, я даже не заметил, только я его похвалил, что он перестал это делать, вот с этим, вы в курсе, что у вас сейчас, если вы уже с последней версией идеи работаете, то у вас уже реальный искусственный интеллект, ой, куда это я добавил, в ресурсы, блин, я все тренируюсь разговаривать, делать что-то, и всегда получается плохо, сосредоточились, сосредоточились, самое сложное, переносим, вы знаете, почему IntelliJ ID называется IntelliJ, что тут IntelliJ, потому что IntelliJ, это искусственный интеллект, который изучает ваши привычки, вот, например, если я нажму здесь Control Space, и вы нажмете Control Space, не факт, что у нас выйдут одинаковые списки, потому что IntelliJ изучает, что человек делает, и помогает ему все лучше и лучше, и вот как раз с последней версии IntelliJ, он, если раньше это делалось просто на большом количестве ифов, да, то есть был такой огромный файл для IntelliJ, где типа, если так, то так, если так, то так, и там люди руками, чуть ли что не сотни тысяч этих строчек, эти ифы писали, то вот с последней версии IntelliJ, это по идее уже там реальный искусственный интеллект, который там, data science, все такое, и вот один раз случайно я сделал alt-enter и сказал, добавь класс в тест, и он теперь что-то решил, что я так люблю делать, в другом IntelliJ, он уже переучился, а этот еще до сих пор так помнит, хорошо, попробуем теперь запустить, вы же понимаете, да, что если у меня классы лежат в тестах, то в класс pass production они попадают, и соответственно, когда я запускаю, никакого репозитория не было, поэтому мы и схлопотали 404, то есть не 404, а URL они выделяли, теперь смотрите, опа, и у нас появился какой-то дополнительный URL, вот этот вот, если мы по нему зайдем, вот так, то мы увидим, что у нас есть ноль вопросов в базе, что в принципе логично, давайте попробуем эти вопросики понабивать, пойдем в Postman, где у меня тут уже заготовочка была, это не то, вот, ну вот допустим, давайте, ой, что это, а, очень хороший вопрос, вот добавим такой вопрос, вот сколько лет в одном веке, да, сколько лет в одном веке, знак вопроса, send, оп, вроде добавилось, ну, по крайней мере, мы получили ответ какой-то, да, теперь давайте, второй вопрос добавим, сколько лет длилась столетняя война, в курсе, да, что она не сто лет длилась, вот, 116, теперь давайте пойдем опять сюда, сделаем здесь рефреш, и бах, видно, что у нас действительно в базу добавились какие-то вопросы, значит, это на самом деле, ребята, если вы знакомы просто со спрингдатой, с обычной, и уже как бы, вот этот вот, эйфория, вау, я не написал ни одной строчки кода, связанной с базой, при этом у меня есть какой-то уже готовый бин, который там, типа, question repository, я могу его инжектить, и у него работают методы, можно даже что-то там find by писать, и все, оно работает, вот, если вы уже закончили, как бы, радоваться, что спрингдата такая, то, в принципе, от спрингдата REST, радость должна быть немножко более короткой, потому что принцип тот же самый, если спрингдата, что делает спрингдата, она сканирует, кстати, почему она сканирует, вы в курсе, у нас же вроде как бы тут не стоит, раньше, вот, если без спрингбута работать, надо было вот так вот делать, enable, gpa, repositories, да, вы говорите, можно даже указать, типа, какие там пакеты надо просканировать, что там, base packages, да, и можно сказать, типа, сканируют какие-то пакеты, и ищи вот эти вот интерфейсы, которые наследуют от gpa repository, или там от этого repository, или там от этого repository, ну, вот этот самый верхний, да, то есть все, что от этого наследует, или можно там вот этой вот аннотацией, помечать, вот такой вот, нет, короче, есть аннотация тоже там, для своих интерфейсов, и вот этот вот процесс, он запускает сканирование, и все интерфейсы, которые будут обнаружены, которые наследуют от спринграторских репозиториях, для них автоматически будет сгенерена имплементация, в которой будут все вот эти вот методы, видите, тут куча всяких разных методов уже есть, которые пришли отсюда, и от папы его, и от дедушки его, и мы можем, соответственно, добавлять всякие разные дополнительные методы, там, list, от questions, да, и там, by, ansl, contains, и так далее, то есть, и все эти, имплементации этих методов, будут в классе, который Spring Data генерит на лету, да, то есть, вот этот вот процесс сканирования, он, по факту, регистрирует, бин-дефинишены, для всех этих репозиториев, и прописывает, что фабрика, которая отвечает за создание, этих бинов, это какая-то там Spring Data фабрика, она эти бины создает из классов, которые генерятся на лету, и в этих сгенеренных классах, есть имплементация всех вот этих вот методов, которые у нас прописаны здесь, и плюс всех методов, которые мы добавляем, окей, то есть, просто генерится слой классов, что делает Spring Data REST, она поверх этого слоя классов, генерит еще слой контроллеров, со стандартными эндпоинтами, ну, какими эндпоинтами, вот, примерно, вот такими эндпоинтами, да, то есть, если мы пишем здесь имя нашего, нашей модели, под которой у нас есть наши репозитории, то, соответственно, мы получаем по GET-у все, ну, типа, find all, если мы указываем через REST параметр ID-шник, то, соответственно, по GET-у это будет отдать, запись этим ID-шником, по DELETE-у стереть, запись этим ID-шником, по PUT-у заменить, по пэтчу обновить, точечно, да, и все поисковые методы, они будут там slash search, и, соответственно, дальше либо вы пишите метод, либо можно ему через аннотации давать более короткие aliases, чтобы не нужно было писать в URL find, by name equals ignore case, and age, great and then, чтобы вот это не надо было писать все в URL, то можно через аннотацию там REST ресурс, легко прикрепить нормальный aliase на ваш метод, вот, и, опять же, если кто-то скажет, подожди, ну, что это за ерунда, ведь если я написал свои интерфейсы, которые мои репозитории, почему я решил, что абсолютно для всех своих репозиторий я хочу endpoints, может быть, часть у меня для моих внутренних целей, эту политику тоже можно настроить, то есть там в конфигурации Spring Data REST, там можно сообщить, что экспозить надо все репозитории, или только репозитории помеченной аннотации репозиторий, тогда вы можете помечать конкретные точечные, которые вы хотите, чтобы экспозились, то есть, в принципе, достаточно удобная штука, и она сегодня там и со Spring Security интегрируется, и со всеми делами, то есть, если вам нужно написать микросервис для стандартных, вот, вот, endpoints, типа, достань, вытащи из базы, то вообще ничего не надо делать, добавили Spring Data REST, все получилось автоматически, давайте проверим теперь, ну, хотя, в принципе, что проверять, мы уже проверили, да, вот у нас видно, все работает, вот, если я сделаю там слэш один, то мне с айтишником один вопрос вернет, если я сделаю там слэш два, то он второй вопрос вернет, и, соответственно, можем писать наш контроллер, который будет рандомально вытаскивать вопросы из этой базы, да, как это, соответственно, будет выглядеть, вот у нас будет какой-то там history questions controller, это у нас будет REST controller, у него будет тоже request mapping на slash API, будет у него там get mapping slash questions, вот я уже начинаю думать о ней написателями, какой-нибудь стартер, который будет иметь в себе вот такой контроллер, а дальше просто все будут сервис имплементировать по-разному, и будет еще там, если кто-то забудет, в лог кидаться exception, типа, если ты подключил наш стартер, тебе обязательно написать какой-то имплементацию такого-то интерфейса, ну, ладно, не будем сейчас заморачиваться, значит, тут у нас, мы тоже возвращаем лист от questions, вот это, в принципе, здесь правильно было бы, да, перегнать это из нашей домейной модели в стандартную модель, но я сейчас не хочу на это праздник время, давайте get questions, здесь у нас тоже path variable, который amount, ну, там искали, не надо писать название, вот, как мы это делаем, ну, во-первых, вам сюда надо заинжектировать этот репозиторий, я извиняюсь, что я по-прежнему по старинке больше люблю пользоваться field injection, я знаю, что это не очень хорошо, но, если хотите, мы можем где-нибудь когда-нибудь поспорить, потому что я не до конца с этим согласен, question repo, question repo, да, constructor injection recommended, я в курсе, и здесь, соответственно, мы делаем, что-нибудь, question repo, точка find all, это мне вернется, соответственно, все мои questions, дальше мы попросим их как-нибудь там пошуфлить, collections, точка shuffle, на эти questions, это, кажется, ничего не возвращает, да, значит, он шуфлит данную коллекцию, опять же, не ловите меня на том, что это, наверное, не очень хорошая идея, потому что, если find all вытащит у меня 200 тысяч вопросов из базы, а мне надо в конце будет отдать 10, то, наверное, было бы умнее, в этом репозитории, на уровне самого репозитория прописать какой-нибудь метод, типа find random questions, и там сделать какую-нибудь SQL query, которая вытащит рандомальные вопросы, но я не буду заморачиваться, потому что, опять же, доклад не об этом, и дальше мне надо сделать, что-нибудь, questions.stream, о, зато мы обрежем, это красиво, правда же, вот так, по имаунту обрежем, и дальше мы это в лист соберем, вот как-то так, да, все, вот мы сделали, замечательно, так, ну что же, вроде можно запускать, перезапускать этот микросервис, и проверять, что у нас работает, а, блин, request param, что же я так не люблю этот request param, стоп, еще разок, перезапустим, так, вот он запускается, пока пойдем сюда, пойдем сюда, вот мы хотим, допустим, а, ну мы пока не можем, нам надо сначала добавить еще раз вопросы, давайте дам про 100-летнюю войну, добавилось, не добавилось, он еще не поднялся, наверное, а почему у него could not send request, интересно мне, ну вот же, вот же, все же есть, localhost 8081, так, send, во, заработал, что-то он как-то просто долго поднимался, так, теперь, значит, здесь, второй вопрос, сколько лет в этом веке, 100, так, и, теперь мы можем попросить рандомальный какой-нибудь вопрос, и вот у нас выходит рандомальный вопрос, каждый раз какой-то выходит, прикольно, как работает рандом, смотрите, очень просто, два раза подряд, одно и то же иногда все-таки выходит, что хорошо, то есть, рандом настоящий, не round robin, замечательно, так, а вот теперь давайте перейдем к самой интересной части, как мы будем писать, собственно, вот эту штуку, потому что, ну, то есть, перед тем, как мы напишем экзаменатор, нам надо подумать о том, а как этот экзаменатор будет обращаться к истории, то есть, у нас на данный момент вот так вот выглядит URL, правильно, то есть, мы пишем после HTTP название нашего, ну, то есть, мы пишем localhost 8081, но микросервис, который вот этот вот экзаменатор, он же не знает, где находится адрес именно математики, или истории, или физики, более того, наша система будет достаточно гибкая, и хотелось бы, чтобы можно было, не опуская, не перезагружая ничего в системе, просто запустить еще один микросервис, который отвечает за физику, и теперь у меня вся система может с этой физикой разговаривать, без того, что мы что-то перезапускали, окей, то есть, нам нужен кто-то, кто сможет хранить в себе информацию о том, где находится микросервис по математике, где находится микросервис по истории, сколько копий этого микросервиса, какие физические адреса, какие порты, окей, то есть, нужен такой discovery сервис, и в принципе, если бы его не было, наверное, мы бы, ратуя за single responsibility, написали бы какой-нибудь свой, но слава богу, у нас есть уже под Spring Cloud выбор, и у Spring Cloud есть один из самых распространенных модулей, который называется discovery service, есть такая концепция discovery service, это его responsibility знать о том, какие микросервисы подняты, сколько копий, на каких адресах, вот, например, сейчас мы видим скриншот с консольки микросервиса Avrica, то есть нам, чтобы написать микросервис, который будет по факту являться контейнером информации о том, какие микросервисы подняты, где они находятся, ничего не надо делать, уже есть готовый микросервис, уже есть готовый код, там все спрятано в стартере, его просто надо поднять, и он предоставляет, там, на том порту, на котором вы его настроите, вот такую вот, такую админку, при помощи которой мы можем видеть, какие микросервисы уже поднялись и зарегистрировались, значит, нам надо будет делать разработку с двух сторон, разработку, подключить нужные стартеры, грубо говоря, значит, у нас должен быть вот этот вот Avrica сервер, то есть тот микросервис, в который все стучатся и говорят, меня зовут Математика, я на таком-то порту, и нам нужно для каждого микросервиса, который должен регистрироваться в эту Avrica, добавить стартер, который эту регистрацию будет делать автоматически, чтобы нам не надо было писать код какой-то, окей, и в конечном итоге у нас будет вот такая вот штука, значит, смотрите, как просто пишется сервер для Avrica, то есть микросервис, который является исключительно контейнером информации, кто где находится, у него нет своей логики, исключительно вот он просто имеет знания, значит, давайте я пока его открою, у меня уже заготовочка есть, но она, и пока она открывается, я вам расскажу, вот, Discovery Microservice, Discovery Microservice, пока она открывается, я вам покажу, какие зависимости, значит, у нас есть зависимость на Spring Cloud, Starter, Netflix, Avrica Server, это первое, но здесь вы не видите версии, но версия прописана в блоке Dependency Management, не которую вы получаете от парента Spring Boot, это отдельный блок, у них есть отдельный бомб, его надо заимпортировать, когда вы генерите через IntelliJ Spring Boot проект, ставите там галочку на Avrica Server, вам это все автоматом выдадут, окей, я просто рассказываю, что именно с этим связано, что именно вам выдадут, значит, здесь есть зависимость в блоке Dependency Management, на Spring Cloud Dependencies, со скопом импорт, и, соответственно, блок Dependency Management, который прописан вот в этом вот поме, Spring Cloud Dependencies, приходит к нам, а там под версией Spring Cloud Version, которая, видите, здесь вот используется Spring Cloud Version, будет какая-то версия в зависимости от того, какую версию Spring Cloud Dependencies вы притащили себе, окей, вот, в принципе, и все, значит, дальше, у вас, и это тоже писать не надо, уже автоматически будет main, ну, вам всегда же main generate IntelliJ, в котором просто, типа, Spring Application Run, и вам единственное, что надо ставить аннотацию enable Avrica Server, есть вероятность, что, может быть, уже не надо, или скоро будет не надо, я, честно, вот, не понимаю, надвигаю эту аннотацию ставить, потому что, ну, вроде ее, как бы, ставить надо всегда, потому что этот main должен включить Avrica Server, соответственно, enable Avrica Server, это, как бы, надо делать по-любому, зачем это надо дополнительно говорить аннотацией, я не в курсе, но, может быть, уже и не надо, и скоро будет не надо, но мне не жалко. И есть еще некоторая информация, которую я должен прописать в Application Properties, ну, то есть стандартный порт для Avrica 8.7.6.1, потому что, если мы не хотим рассказывать тем, кто будет подключаться, на каком порту она сидит, то по умолчанию они будут искать ее на порту 8.7.6.1. Соответственно, я в Application Properties указал, что это будет ее порт, и дальше я вот этими флажками делаю так, чтобы это все поднялось. Почему эти флажки мне нужны? Не буду сейчас во все нюансы входить, но, грубо говоря, значит, смотрите, поскольку задача Avrica уметь регистрировать в себе микросервисы и отвечать этим микросервисам на вопросы, а где находится математика, а где находится история, то возникает вопрос, а что будет, если все общаются через эту Avrica, а она взяла и упала, и пять минут ее не было. Что тогда будет? Во-первых, на самом деле ничего страшного не будет, потому что все, кто работает с Avric, это, опять же, стартер, который автоматически к Avric подключается, который мы добавим всем нашим микросервисам, он киширует у себя информацию, которую он получает с Avrica. Соответственно, если Avrica сдохла, то самое худшее, что произойдет, ну, какое-то время он не будет знать о том, что поднялись какие-то новые копии, но он все равно сможет обращаться к тем микросервисам, про которые он уже знал. А когда Avrica перезапустится, ну, ее же когда-то починят, то он, соответственно, сможет синхронизироваться и продолжать обновляться против там всех новых вышедших микросервисов в эфир. Поэтому, в принципе, ничего страшного. Нету. Но для тех, кто хочет построить прям вот капец надежную систему, чтобы всегда Avrica была наверху, может быть, он захочет запустить две Avric для надежности. И тогда одна Avrica должна регистрироваться в другое, а другая в первой. Но поскольку мы этого не хотим, то я должен рассказать, чтобы моя Avrica не искала другую Avric. И вот это вот рассказывается отчасти вот этими флажками. То есть тут есть еще некоторые нюансы, но это как бы основное. Все. Но, значит, соответственно, вот мой микросервис Avrica. Как вы видите, вот эта аннотация Enable Avrica. Больше ни одной строчки кода не написано. Просто подключен вот этот вот стартер, который я вам показал. Где он, кстати, надо увидеть, что он у меня подключен. Вот, да. Вот Spring Cloud. И это единственная, на самом деле, здесь зависимость. Видите, я даже Spring Web не добавлял. Ничего не добавлял. Ничего не надо. Потому что я здесь код не пишу. Я только вот эту штуку хочу запустить и показать вам вот эту вот замечательную консольку. Вот эту вот. Которая у меня сейчас будет доступна на 8761 порту. Потому что в Application Properties я, естественно, тоже вот это вот все, что он показал, внес. Вот порт. Вот не надо регистрироваться с другой Avric. Вот оно. И так далее. Так. Значит, пошли сюда. Давайте сделаем так. Local Host 8761. Бабах. Бабах. Видите, как здорово. Вот у нас на данный момент какой-то экзаменатор уже поднят. Откуда поднят экзаменатор? Я его не запускал. И это очень плохо. У меня, видимо, какой-то микросервис на фоне бежит, который автоматически подключился к этой Avric уже сюда зарегистрировался, а я его еще даже не написал. Как можно выключить Java процесс? Он же где-то явно вижит. Почему я его не вижу здесь в процессах? Java процесс. Ну, хрен с ним. Представьте, что здесь никого нет. Напрягите воображение. Здесь должно быть пусто, потому что у нас не запущен ни один микросервис, который умеет регистрироваться в Avric. Это пришелец другой планеты, который туда уже зарегистрировался. Фикси. Зато, может, даже будет интереснее, потому что он сейчас на порту 882, а я потом, когда буду настоящий экзаменатор запускать, я, соответственно, его на какой-нибудь другой порт настрою, и мы будем видеть, что у нас есть несколько копий просто на разных портах. Все это будет видно здесь. Вот. Теперь давайте, кстати, как раз вот этот экзаменатор и напишем. Только для начала мы все-таки подключить должны Avric у клиента всем. Значит, смотрите, вот у нас, чтобы подключать Avric клиент, все, что нужно сделать, это добавить в каждый микросервис, ну, или там, добавить в общего родителя всех микросервисов, вот этот вот Spring Cloud Starter Netflix Avric клиент. Вот этот стартер умеет автоматически искать Avric на порту 8761 или пропишите в Application Properties, где находится Avrica, и он это сделает автоматически. Давайте посмотрим, как это работает. Значит, идем сюда, идем сюда, открываем, нет, вот историка, да, исторический микросервис, мы идем сюда, и мы, где у меня он был закомментированный где-то тут, вот его просто мы откомментируем и обновим Maven и перезапустим. Да, здесь у вас должен возникнуть вопрос. Хорошо, есть стартер, который автоматически на этапе бутстрапа ищет на порту 8761 Avric для того, чтобы сообщить ей, меня зовут экзаминатор, я сижу на таком-то порту, на таком-то хосте и так далее. Откуда он берет вот эту информацию? То есть, вот это все понятно, откуда он берет, он же может посмотреть на каком он порту и как там называется его хост. Но откуда он берет вот это название? А вот это название мы должны прописать сами. Значит, соответственно, у нас в Application Properties появляется дополнительная информация, которая называется Spring Application Name и здесь будет там, не знаю, History. History. Я прорепрекшил это, я надеюсь. Мы его перезапустим. Пока он перезапускается, мы то же самое сделаем с математикой. Вот, перезапускаем. Теперь у нас математика, вот математика. Значит, здесь мы в POMI тоже откомментируем Эврику нашу. Вот она, Эврика Клиент. Так, так, так. Перезапускаем. А, рано перезапускать, рано перезапускать, потому что надо тоже в Application Properties сообщить Spring Application Name, вот, там вот большими буквами напишем math. Все, вот теперь перезапустим. Интересно, кстати, как он зарегистрируется, если я ему название не указал. Я сделаю рефреш. А, секундочку, я этот не запустил, что ли? Истории, Spring Application Name, рефреш мы сделаем, проверим, что у нас добавилось в зависимости Эврика. Да, вот Эврика Клиент добавлена, Spring Application Name прописан. Так, запускаем еще раз. Здесь, а вот здесь, наверное, не добавилось Эврика, поэтому он его не зарегистрировал. И без того, что Эврики нет. Ну-ка, есть у нас Эврика? Нету Эврики, видите, нету Эврики. Мейвен не отрефрешился. Надо сделать вот так. Так, тут отрефрешился, запустился. Что у нас тут? Понятно. Так, запустим пока математику. Spring Application Name Math. У меня такое впечатление, как будто мы смотрим в какую-то другую Эврику. Вот этот экзаменатор мне все портит. То есть, мне такое впечатление, что мы куда-то, куда-то не туда мы смотрим. Так, тут Registration Status. Вот видите, Discover Client. То есть, видно, что он себя регистрировал. Что-то про Матл он сказал. Нет, это 8761. Тут где-то есть. Так, ага. О, видите, математика сюда пришла. Отлично. Теперь давайте с историей разберем, что у нас история не зарегистрировалась. Spring Application Name истории. Еще раз здесь у нас. Да, вот тут я что-то про Discovery Service ничего не видел. Ну-ка. У нас тут, видимо, не до... что-что? Да... EveryClient. Ну вот EveryClient. Что-что? А... Окей. Enable EveryClient. Вот это, в принципе, аннотацию вставить уже не надо. Не знаю, почему я ее вставлю, потому что раньше она была обязательной, потом она исчезла. Вот. И теперь мы видим, что здесь она тоже, видите, зарегистрировалась. Теперь давайте посмотрим, как у нас экзаменатор будет с этим делом всем работать. Экзаменатор Microservice. Открываем его. Так. Поскольку Scalic ускорится, наверное, уже вживу я написать его код не успею. Давайте мы попробуем апдейтиться. Вот. Значит, ну смотрите, во-первых, тут опять же порт будет вот как раз 8082, так у меня, наверное, придется вставить 8083. Название Microservice экзаменатор. Дальше. Нет, надо все-таки придется писать код. Так. Поехали. Значит, у нас будет examcontroller, restcontroller, будет у него по посту будут передавать ему ту мэпу на там слэш экзам. Возвращать он будет объект экзам. 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 Принимать он будет в теле request body вот такую мэпу, где у нас будет название темы против количества вопросов. Так. Это у нас будет такая спека. Давайте быстренько нагенерим все модели. экзам это... Опа. Куда он сейчас опять поставил этот экзам? Я не обратил внимания. Клейт класс экзам. Да, опять он ставит не туда. Экзам. Так. Значит, экзам это стандартный датакласс, у которого будет там, допустим, какой-нибудь стринг title и private list section of. Section вот так. Значит, section это будет датакласс вот такой, у которого просто будет list of private list at question of questions так. Questions. это будет вот такой класс стандартный наш, у которого question answer. Private string. Вот опять наша та же самая модель question и answer. Все. Теперь вернулись в экзам контроллер. Пришли сюда. Значит, что мы делаем? Давайте мы возьмем стрим. То есть, вы понимаете, у нас тут есть пары. История, три вопроса. Значит, против каждой пары мне надо сначала будет получить URL. То есть, давайте сделаем вот так. map. У нас на вход идет entry. Entry. А на выход я хочу получить URL. У нас будет что-нибудь типа get URL. Этот entry передадим сюда. И давайте мы пока это нам будет возвращать стрингу. Ну, допустим, мы пока не знаем, как это реализовать. Так. можно сделать даже вот так. Дальше. Против каждого URL-а мне надо будет иметь этот rest template. Давайте мы заинжектим private rest template rest template. Вот видно, что такого бина нет. Интересно, Intelligent предложит. Прописать бин не предложил. Давайте мы его опять. опять у нас часть классов улетела не туда, куда надо. Рефактор. никто мне не сказал. Так. Exem controller. Ребят, мне еще, я думаю, минут семь. Я минимум свой закончу. Максимум дискуссионной зоне срежем. Так. Значит, у нас на вход приходит URL. Правильно? И мы берем дальше rest template, говорим ему get for entity, передаем вот этот URL, и обратно мы хотим получить лист questions. Мы знаем, что лист вот так показывается. Массив, да? Но это массив. Сейчас мы это конвертнем еще раз в что-нибудь там erase list. Так. И теперь мы можем построить секции. Значит, section вот так мы можем сделать? Нет, мы так не можем сделать. Значит, что у нас на вход сейчас есть? У нас на вход есть... А, подождите, да? Здесь были стренды, а rest template уже должен был вернуть то есть у нас сейчас где лист. А, почему нет тут response entity до сих пор? Мы же сказали, что метод get url возвращает стрингу и здесь мы... А, потому что не get for entity и get for object надо было делать, в моем случае. get for object вот так. И тогда у нас здесь будет section new. У нас в section есть конструктор, который принимает лист этих самых. У меня есть конструктор, который принимает лист questions. И у нас сейчас как раз на этом этапе был лист questions. Мы его превратили и дальше мы можем сделать лист это все собрать. Вот у нас появляется sections. Дальше можно сделать return exam .builder .title Здесь будет какой-то title. Здесь будет sections вот эти sections. Теперь давайте оставшиеся мелочи доделаем и поймем как мы можем пользоваться информацией которая есть в веб-рике. Видите у меня вот этот restemplate он не инжектится поэтому мы сейчас пойдем в конфигурацию и пропишем бин этого restemplate public restemplate restemplate имеет смысл вот так строить restemplate потому что bin restemplate builder у вас автоматически есть в стартере spring web и все настройки которые вы в application properties прописываете если вы не хотите чтобы они сбились они в этот builder попадают поэтому если вы хотите с учетом всех ваших настроек строить bin restemplate то надо через restemplate builder это делать вот значит теперь смотрите какая у нас есть штука мы можем сюда заинжектить для того чтобы понять как это все работает discovery client discovery client и я я вам в дебаге покажу какая информация там есть и как сделать так чтобы этой информацией кто-то пользовался автоматически вот сейчас я запускаю давайте посмотрим что у меня в поме все правильно да вот у меня iverco клиент есть и порт мы переставили на 8083 правильно вот да 8083 он сказал мне он сказал что а конфиксервер у меня конфиксервер я вам показывать сегодня не буду останусь на следующий доклад папа папа ну опять же неправда то есть он у меня у меня он закомментирован но почему-то в класс пати он все равно есть надо еще раз перефреш теперь запустим еще раз только в дебаге да ну что такое почему он хочет какой-то property который он может хотеть только в случае если у него подключен стартер который этого требует а я стартер отключил вот у нас есть только web конфиксервер а есть у меня предположение что у меня в main не стоит некая аннотация еще раз и что у нас в external libraries проще уже запустить конфиксировать нет нет я не вижу этого конфиксирования почему тогда он его еще раз вот refresh application properties у нас для конфига ничего нет а вот этот вот это там была информация которую мы все равно не используем запускаем ой теперь они в дебаге запустим ну что со мной стоп хотим дебаги я хочу посмотреть что у нас произойдет здесь будет ли у нас экзаменатор на порту 8083 вот видите экзаменатор встало две копии и одна поднялась на порту 8083 потому что откуда там где у меня на бэкграунде работает старая которую я ночью запустил и не могу найти где она бежит но Africa работает отлично так значит теперь мы идем в Postman и мы хотим запостить например вот такой мы хотим 5 вопросов по математике и там один по истории делаем send останавливаемся в breakpoint где у нас почему уже ответ получили да все работает на самом деле все работает кроме 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 дебага почему-то breakpoint не отрабатывает давайте сюда посмотрим у меня на самом деле все ровно что ж такое видимо них дебаги а блин потому что я обращаюсь к порту 8082 это же тот который мы невидимый экзаменатор а вот 8083 нормально вот breakpoint остановился отлично теперь смотрите если взять этот discovery клиент смотрите что у него можно попросить во-первых можно сказать ему get services и он видит вот эту всю информацию видите экзаменатор масс история то есть он видит как раз вот этот вот список дальше я могу про каждый я могу сказать ну-ка подожди ну-ка давай-ка пойдем в эту математику только это называется метод get instances почему instances во множественном числе потому что может быть несколько копий вот например математика ой математика у нас одна копия да что ж такое control enter видите одна копия а вот если бы я попросил бы экзаменатор мы увидим что у нас их get instances get нулевой вот есть нулевой есть нет короче с этим экзаменатором который странный он реально какой-то странный непонятно как это короче о чем я говорю что вот этот вот объект discovery client который мы получаем в подарок когда мы подключаем every client то есть кроме того что every client автоматически нас зарегистрирует в every он нам предоставляет бин вот этого discovery клиента через который можно получить информацию о том где какие и соответственно я могу сказать дай мне математику увидеть все его копии написать код который будет делать балансировку но это все делать не надо потому что мы можем это все сделать прозрачно смотрите есть если мы сейчас посмотрим на наш rest template вы видите здесь в rest template есть такая штука interceptors и мне сейчас ноль interceptors теперь внимание я останавливаю я останавливаю иду там где мы декларировали bin rest template и ставлю здесь аннотацию load balanced окей эта аннотация тоже приходит из every client теперь мы запускаем еще раз в debug я вам просто хочу показать на что влияет эта аннотация значит когда конфигурируется bin rest template есть возможность напихать в его лист interceptors сколько угодно interceptors по умолчанию их нету аннотация вот эта приводит к тому что некий механизм который подключается автоматически в клиенте every client если он эту аннотацию видит то есть там есть у них какой-то bin post processor который если видит эту аннотацию он говорит а значит в rest template надо докрутить interceptor вот смотрите сейчас я вам его покажу и объясню что он делает вот если мы сейчас посмотрим на почему он не запомнил rest template видите здесь уже есть один interceptor один который называется load balanced interceptor в чем задача этого interceptor в чем его задача давайте я breakpoint отпущу а нам надо только url переписать значит вот сейчас будет полностью понятно какой у нас url у нас url http это всегда потом два слэша потом должен быть какой-то физический адрес и порт а мы знаем только как называется тема правильно вот этот ключ в мэпе вот этот вот ключ в мэпе это по сути ну математика будет да или то что приходит вот отсюда история физика вот эти вот слова мы его так и оставляем здесь дальше у нас идет стандартный input slash api slash questions правильно и дальше у нас должно быть там знак вопроса amount такой же у нас равно и здесь параметр а параметр у нас идет и значение это второе это вот это вот пятерка да будет история опять так вот интерцептор который у нас автоматически попал в наш rest template благодаря нотации load balance чем он занимается он знает что вот это вот надо заменить на физический адрес он для этого берет информацию из эврики вызывает вот этот метод у discovery клиента get instances чтобы никто не сомневался что это сейчас все будет работать давайте мы попросим экзамен видите вот мы получили экзамен в котором у нас уже все скомпоновано да тут есть вот этот экзамен title exam sections пошли и вот у нас в секциях идут вопросы по математике и дальше должны быть вопросы по истории но поскольку мы перезапускали систему то банк вопросов пустой если я хотя бы один вопрос забью туда да мы же попросили один где у нас было открыто здесь кажется да еще буквально минута вот и теперь если мы сейчас рефрешнемся тут то мы увидим что у нас видите приходит комбинезированный экзамен то есть у нас есть вопрос по математике а потом в конце есть один вопрос рандомальный как мы попросили по истории то есть все это отлично работает без того что мы вот этим вот discovery клиентом пользовались руками видите discovery клиент я заинжекил просто для того чтобы показать как этот механизм работает мне он на самом деле напрямую не нужен потому что discovery клиент он еще и ну то есть вот этот load balancer template он еще и балансировку делает то есть в случае если у вас это уже будет демонстрировать Саша если будет запущено несколько копий микросервиса математика то соответственно интерсептор который у нас есть в нашем rest template будет вот сюда каждый раз по алгоритму round robin пихать адрес и порт следующего в порядке очереди копии микросервиса по математике окей то есть таким образом у нас получилась действительно такая гибкая архитектура все микросервисы общаются вроде как бы друг с другом через rest template но при этом никто не должен знать ни про какой физический адрес ни сколько копий нигде не запущены и благодаря всему вот этому я это сейчас все уже залил заранее весь код есть у Саши и с этого момента Саша покажет вам как взять все эти микросервисы запустить это в облаке и соответственно как там балансировать нагрузки и так далее и так далее Саша ты готов? тебе слово да я готов спасибо большое Евгений я ровно в этом месте подхватываю а пока Саша показывает экранчик я хочу еще напомнить что задавайте вопросы в чатике сейчас 88 мемберов а в онлайне у нас полтысячи человек где все остальные ребята непонятно за вопросы мы вас попросим Женя и Саша выбрать самый лучший вопрос который вы увидите или который вам зададут в дискуссионке а потом мы его грантуем чем? вашими фирменными худями красивыми вперед класс 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 да все вперед скажите пожалуйста сколько у меня осталось времени и значит у меня довольно много 55 минут класс 55 минут ну как ты хотел чуть меньше часа хорошо у меня доклад материалы у меня чуть больше чем 55 минут поэтому я остановлюсь ровно там где у меня закончится время если что мы потом воспользуемся нашей Q&A сессией временем после и всем таким все как обычно в самом начале мне нужно сказать несколько слов мне нужно обязательно будет сказать несколько слов по себе меня зовут сейчас оверпойнт разъясни вот меня зовут Александр Бармин я чипсофтвер инженер в лондонском офисе компании PAM еще я сертифицированный AWS solution архитектор пожалуйста подписывайтесь на меня в твиттере в гитхабе и поехали к агенде очень красненько на что мы посмотрим мы посмотрим на то как собрать докерный имидж для спринт бытового приложения заиспользовать актуатор для того чтобы собирать метрики убеждаться что приложение живо здорово работает и вообще с ним все хорошо и попытаемся все это дело затолкать еще и в кубернетис если успеем поехали начнем с простого как построить докерный образ значит все помнят как мы строим обычно докерные образы берем пишем себе докер файл и в этом докер файле у меня коверпоинт сломался сегодня отличный понедельник поэтому будет так значит что мы делаем обычно дальше мы берем пишем наш докер файл в этом докер файле берем самый тощий линукс который только есть закидываем в него gtk сверху закидываем наш толстый джар и что у нас получается в конце концов в конце концов у нас получается вот такой вот вот такого вот сорта докерный имидж давайте попробуем такой докерный имидж собрать ровно тем способом каким мы обычно это делаем если вы работали когда-нибудь с микросервисами то вы точно знаете что их обычно бывает больше одного и автоматизация это все что нам нужно потому что без автоматизации собирать десятки докерных имиджей десятки докерных там контейнеров запускать это короче боль поэтому я буду автоматизировать все свои процедуры самым любимым средством по автоматизации это ваш скриптами я начинаю ровно с того места где остановился Жене у меня здесь все то же самое только собранное в одном проекте математика история сервис дискайвер экзаменатор и конфиг сервер и вот такой вот у меня первый скрипт есть который собирает самым простым образом докерные имиджи что происходит сначала сначала я собираю соответственно запускаю мейвеновый билд а затем запускаю команду buildbasic buildbasic для меня делает довольно интересную вещь он берет вот этот вот докер файл с амазон кареты и внутрь закидывает джак давайте я все это запущу и мы посмотрим как это работает из консольки я это и делаю build наив запустил у меня сейчас пробежит сбор моих джарок спринговых и затем соберутся докерные имиджи докер штука довольно интересная она очень много вещей кэширует дело в том что докерный образ он послойный и если какой-то слой уже у вас в вашем локальном докер регистрии есть он не будет скачиваться второй раз вот здесь вы можете наблюдать что у меня явным образом не скачивается амазон карета которая у меня уже была скачена до этого у меня не скачивается там много чего еще потому что у меня было это до того как давайте посмотрим в образ который собрался для этого я буду использовать клевую программку называется dive она показывает что в каждом слое моего образа было добавлено сейчас оно скачает запустит и будет мне показывать и так вот первый слой первый слой это слой с линуксом 164 мегабайта линукса от этого никуда не деться что у меня есть в следующем слое а в следующем слое у меня та самая амазон карета java с настройками с дополнительными параметрами с дополнительными утилитами и все остальное все что нужно java для того чтобы работать и 66 мегабайт это собственно то что что из себя представляет мое приложение вот это 66 мегабайт моего сервиса например по работе с историей что это значит это значит довольно интересную вещь каждый раз когда мы выпускаем новую версию сервиса по работе с историей например с математикой с конфиг сервера или чего-нибудь еще каждый раз нам нужно будет закачать в докер регистри например в эластик контейнер в эластик контейнер регистри в эсер в амазоновский 66 мегабайт если бы это у нас было все он премис то в принципе 66 мегабайт и 66 мегабайт они нам не особенно важны попросили поставить администратора нам еще 10-20 гигабайт диска и все но когда мы в клауде платим практически за каждый мегабайт здесь первое что мы должны сделать это попытаться задуматься а можем ли мы как-то сделать так чтобы столько не платить естественно такой вариант у нас есть если вы помните у спринга есть огромное количество разнообразных тулов которые идут вместе со спрингом и первая клевая вещь которая идет со спрингом это спринг boot maiden плагин кроме того что он перепаковывает наши джары то есть берет обычный джар собранный для с нашим приложением со всеми зависимостями запаковывает это в один оберджар предоставляет туда еще и запускалку он позволяет собирать нам докерные имиджи что для этого нужно для этого нам нужно запустить одну простую команду spring boot build image давайте посмотрим на то какие имиджи нам spring boot в этом случае генерирует я снова запускаю и мы смотрим сборка докерных имиджей с использованием спрингового плагина происходит немного иначе и для того чтобы его использовать нам уже не нужно докер файл брать и писать в явном виде докер использ spring boot spring boot плагин для этого используют build pack build pack это заготовленные такие скажем наборы сборщиков которые позволяют собрать правильным образом приложение что значит правильным образом это значит что туда сам build pack определяет какого рода приложения мы собираем мы собираем приложение на java мы собираем приложение допустим со спрингом например с макронаутом с чем-нибудь еще либо там на python или на java скрипте и запаковывает это дело автоматически с максимально хорошей конфигурацией что значит максимально хорошей это значит что туда добавляются дополнительные параметры для jvm туда добавляются дополнительные ключики сюда добавляются дополнительные скажем секреты и дополнительные работы например с рандомом итак сейчас оно все дело соберется собралось и давайте мы посмотрим в то что получилось что у нас получилось я снова беру dive закидываю это дело заглядываю внутрь и вижу что я здесь вижу я вижу что слоев в этом случае оказалось гораздо больше и что в этих слоях есть я вижу как пошагово собирается докерный образ и в самом начале у меня естественно точь и минус затем добавляются дополнительные сертификаты для того чтобы установить java вот начало установки скажем отдельный слой в котором будет добавлена моя java дальше собственно jre и дальше что самое интересное начинается еще несколько слоев и эти слои содержат обратите внимание здесь в этом слое у меня лежит отдельно отдельно все java библиотечки printcloud и все остальные зависимости которые мне были нужны в следующем слое лежит отдельный слой скажем отдельный фип который позволяет мне взять и запустить этот это java приложение спринтбутовое и если у меня 48 мегабайт зависимости то следующий слой буквально 252 килобайта только с запускалкой а вот следующий слой 7.3 килобайта это ровно тот код который я на самом деле написал вот com.na.exam.config.server и что это значит для меня это значит что в следующий раз когда я попытаюсь запустить попытаюсь собрать новую версию java спрингового приложения в докер регистри будет отправлено буквально оставшиеся 7.3 мегабайта плюс еще 2.5 всякого разного таким образом я могу сэкономить хорошо работа со спринговыми приложениями вообще приложениями с микросервисами она обычно о чем она давайте посмотрим на то из чего вообще нам наш UberJar обычно состоит наш UberJar состоит обычно вот из этого вот то есть если взглянуть в UberJar то у меня снова Powerpoint не Powerpoint то получается что основную часть объема нашей джарки составляют зависимости которые как ни странно каждый раз одни и те же Spring, Abernade, Guava, Patchcommons и так далее следующее что туда может попасть это зависимости на некоторые наши общие библиотеки и совсем чуть-чуть нашего личного кода и мы в этом убедились обычно работа со Spring с микросервисами предполагает что микросервисы желательно запускать в определенном правильном порядке Жень продемонстрировал что для того чтобы запустить каждый из провайдеров нужно убедиться что у нас сервис Discovery запущен запущен сервис Discovery он поднялся и готов принимать запросы что нам для этого нужно если мы используем Docker то у Docker для этого есть отличная возможность давайте посмотрим в Docker Compose файл у Docker есть возможность указывать вот такие классные вещи depends on и имя сервиса от которого мы ждем но если мы укажем только имя сервиса которое мы ждем то что произойдет Docker просто будет запускать сервисы в указанном порядке сначала сервис Discovery а потом конфиг сервис нам же нужно убедиться что сервис Discovery не просто запустился мы знаем что запуск Java приложения занимает время нам нужно убедиться что он запустился и готов принимать запросы и здесь мы указываем ему дополнительный кондишен сервис Healthy но что значит сервис Healthy сервис Healthy значит что у сервиса прошел успешно определенный health check и для того чтобы эти health check делать что нам нужно и вот здесь нам пригодится актуатор давайте я в соседнем пока я рассказываю про актуатор я вот здесь в консоль начну запускать все эти сервисы их запуск на моем ноутбуке займет некоторое время и я буду параллельно вам все это дело рассказывать итак я попросил свой Docker Compose начать запускаться и в Docker PS я могу отлично видеть как у меня запускается сервис Discovery вот консоль открыл вижу сервис Discovery каким-то образом запускается вроде бы все хорошо также я вот здесь вправо в колонке статус вижу что health моего приложения старт это значит что сервис запускается но еще не готов принимать запросы а как вообще java приложение в частности спринговое приложение сообщает о том что оно живо и готово эти запросы принимать здесь нам помогает актуатор для того чтобы этот актуатор заставить работать нам в первую очередь нужно взять и добавить его в качестве зависимости spring bootstarter актуатора добавляю и у меня сразу появляется приложение health endpoint и вот здесь в Docker Compose я могу указать какая команда мне нужна чтобы обратиться к актуатору и узнать жив сервис или нет как вы видите для того чтобы это проверять я использую curl и обращаюсь к сервису по localhost потому что внутри контейнера он доступен на localhost на порту 8080 актуатор health вы также помните что Жень писал и все сервисы запускал на разных портах и они у меня также запускаются на разных портах но этот параметр я как это говорится перезадавливаю переопределяю с помощью переменной окружения сервер подчеркивания порта оно эквивалентно server.port что же у меня происходит в консоли в тот точнее да в консоли ровно в этот же момент консоль слегка подвесла но мы здесь видим что все мои провайдеры потихонечку взяли и запустились давайте посмотрим кто успел запуститься и кто зарегистрировался в сервис discovery уже для этого у меня здесь заготовлен вот такой вот вот такой вот пост с запросами и вот запрос к еврике я отправил и еврика мне говорит что вообще уже запустился конфиг сервер и вроде бы он жив и пока больше никто не запустился следовательно я пока не могу взять и обратиться к к этому к остальным сервисам и узнать как у них дела но я тем не менее к сервис discovery могу сходить и спросить сервис discovery ты живой обратиться к endpoint с актуатором и наверное он мне что-нибудь ответит если все только не сломалось так я к сожалению не вижу ваших вопросов было бы здорово если бы они были о спасибо актуатор вот она что актуатор актуатор сейчас еще раз актуа правильно актуатор я что-то я скрипаю еще актуатор так я думаю здесь у меня дело все гораздо проще так я посмотрю жив ли вообще жив ли вообще у меня сервис вот и я вижу что у меня сервис discovery завалился и не работает но вместо этого у меня допущен например экзаменатор на порту 8093 поэтому я схожу к экзаменатору и спрошу у него экзаменатор ты живой да экзаменатор мне говорит что он живой ну что же значит мы видим что сервисов у меня достаточно много и в ноутбук они конечно помещаются но со скрипом давайте посмотрим что мы можем сделать дальше может быть те имиджи которые я собирал они слишком толстые запускаются и работают плохо давайте я попробую взять и запустить какой-нибудь другой имидж например ровно тот который я использовал и собирал с использованием spring бутового плагина может он лучше я не буду запускать сейчас все одновременно я хочу запустить отдельно например сервис discovery я сделаю это вот таким вот хитрым образом docker run он у меня запустится и как видите он запускается немного иначе те имиджи которые собраны с использованием spring нынговского палагина мэйванова вот он мне здесь показывает дополнительную информацию о том в каком окружении приложение запустилось он посмотрел скриптик перед запуском и убедился что у меня достаточно памяти достаточно указал дополнительные java опции включил дополнительные java флаги указал сколько памяти доступны процессору то есть с одной стороны тот результат который сгенерировал тот имидж который сгенерировал для меня спринговый плагин он чуть более сложный но зато он наверное более клевый давайте мы в него попробуем залогиниться для этого мне нужно вот такую страшную штуку сделать docker exec и bash и я внутри докерного контейнера нахожусь что мне нужно для того чтобы убедиться что мое приложение работает к патру обратиться мне нужен кур курла нет если без курла то наверное вегет мне поможет вегета тоже нет и что же получается получается что все вроде бы хорошо с тем контейнером кастом имиджем который мне собрал спринговый плагин но вот есть в нем один нюанс в нем например недостаточно компонентов для того чтобы проверить здоровье моего приложения или для того чтобы обратиться к тому же эндпоинту актуатора сложность заключается в том чтобы кастомизировать тот имидж который мне собирает спринговый плагин мне нужно написать свой билдпэк написать свой билдпэк не очень просто поэтому давайте посмотрим а нет ли какого-нибудь способа сделать слоеный тонкий имидж но без билдпэка и действительно такой способ есть и я перехожу к следующему своему эсашному файлу запускаю его и как видите он из чего состоит он состоит ровно из того же я запускаю сначала сборку своего мейванова проекта а затем делаю какие-то магические распаковки джаров давайте попытаемся посмотреть в наш спринговый джар он на самом деле не так прост как кажется Женя я слышу ты в эфире скажи пожалуйста там вообще слушатели успевают за тем что я рассказываю или как отлично и так значит да слушатели успевают задают тебе вопросы и очень много помогают тебе когда ты ошибаешься там они подсказывают там порт поменяй там опечатку исправь и так далее то есть люди следят ура ура люди следят так да основная проблема в том что смотрите можно собирать джаву с использованием докер файлов это стандартный способ если мы не хотим поддерживать докер файлы то мы что делаем мы используем спринговый плагин если мы не хотим использовать спринговый плагин у нас есть еще гугловый джип но если мы например хотим что-нибудь еще сделать например тонкий имидж но своими руками кастомизированный и с с маджонгом и чем-нибудь еще то мы тоже это можем сделать во-первых мы можем взять и распаковать свой джар для того чтобы распаковать джар в общем-то много не нужно мы пишем джар минус xf и все вот она нам вот мы получили все что находится в нашем джаре и по большому счету мы можем взять и симулировать то же самое что для нас сделал дилдпак одни джарки разложить в один слой докера другие джарки другой но это не лучший способ вообще в спринге есть еще одна клевая штука она называется джар мод player thread config server так минут джар и что она нам позволяет сделать она нам позволяет джар так да легко у меня здесь их целая пачка давайте давайте тогда в экзаменатор смотреть я вот все файлы тоже удалю чтобы они не мотались и буду показывать на них java минус джар минус d джар моды player tool все да вот все вы помните что спринговая джарка это довольно хитрая джарка и она много всего с собой тащит одной из зависимости которую она тащит с собой это player tools этот player tools позволяет нам взять и разрезать с помощью спринга эту джарку на части самое простое что мы можем сделать с этим layer tool посмотреть какие слои есть вот они 4 слоя которые есть в каждой джарке по умолчанию предоставляются спрингом естественно мы можем взять и кастомизировать и сейчас мы однозначно попытаемся сделать по крайней мере посмотрим как это сделать также мы можем взять и сделать экстракт и эту же самую джарку взять и распаковать на 4 части и что же у нас в результате получилось у нас распаковалась джарка в 4 папки dependencies все эти депенденции которые относятся к спрингу они все лежат здесь а также депенденции которые лежат как бы нужны для нашего приложения отдельным слоем лежит запускалка спринга вот она она лежит у меня все что нужно для того чтобы спринговое приложение запустить и у меня отдельным слоем лежит то приложение которое собственно я и написал то те полтора класса которые мне были нужны экзаменатор applications контроллером DAOS и со всем остальным ну что ж давайте попробуем собрать эти имиджи и посмотреть в них как говорится глазами что мне для этого нужно как и все что обычно нужно для того чтобы работать с микросервисами это башскрипт лучшее средство которое нам здесь помогает запускаем ждем две секунды и пока оно там собирается я посмотрю покажу что как нам понадобится изменить наш докер файл чтобы вся эта магия сработала нам нужно сделать не просто вот давайте сравним два докер файла сайт по сайт первым у меня было просто add мою жарку сюда а здесь я добавляю по слоям отдельный слой с bootloader отдельный слой с депенденсами отдельный слой с приложениями меняю entry point почему я делаю это именно так вы помните что слои у докер имиджа они накладываются как бы вот как пирамидка один на другой и есть одна клевая особенность если хэш от зависимости а то есть сами зависимости не поменялись то докер не будет создавать этот слой заново он переиспользует уже тот который имеется так как версии спринга у нас меняется не очень часто то скорее всего вот этот слой с запускалками спринга и с зависимостями от спринга меняться будет редко а слой с нашим приложением те самых полтора килобайта код который мы на самом деле написали вот именно он и будет меняться чаще всего давайте посмотрим в тот имидж который у нас сгенерировался я снова буду использовать для этого дайв и дайв сейчас оживеет давай поживай вот все ожило и так значит у меня снова 164 мегабайта линукса затем 183 мегабайта джавы и затем вот они они в зависимости от предга и 18 килобайт того кода который я на самом деле написал то есть в следующий раз когда я выпущу следующую версию своего микросервиса у меня нужно будет в докерных регистри заплатить только за следующие 18 килобайт здорово ну довольно здорово что еще у нас есть еще у нас все еще есть актуатор и он наверное умеет много чего еще кроме того чтобы сообщать о состоянии сервиса давайте попробуем это продемонстрировать и для того чтобы это продемонстрировать я запущу наверное сервис discovery прямо здесь вот прям вот так раз и вперед и ко всему прочему запущу конфиг серверов мне вам тоже нужен сервис discovery запускайся чтобы не ждать пока докер запустится у меня сегодня докер медленный и времени у меня не так много поэтому я постараюсь все так успеть поэтому запущу все здесь давайте посмотрим что у меня есть в актуаторе значит что у меня есть в актуаторе у меня кроме всего прочего есть то самое приложение экзаменатор я экзаменатор запускаю экзаменатор зарегистрируется вебрике и будет ждать все остальное и дальше пытаться работать но мне бы хотелось чтобы у меня была какая-то так экзаменатор запустился на порту 8093 вот он запустился актуатор health я бы хотел добавить так что у меня здесь да 8093 экзаменатор есть пробы есть я бы хотел добавить кроме вот этих тех двух проб которых кроме общей пробы на здоровье сервиса я бы хотел сделать шаг вперед и попытаться сделать шаг вперед и для следующего своего примера с кубернетисом добавить еще две новые пробы ливнос и рединус вы помните что в отличие от докера у кубернетиса различает состояние когда приложение запущенное и состояние когда приложение готово принимать запросы ливнос соответственно это состояние когда запущено но не готово а рединус это состояние когда приложение готово принимать запросы ну если посмотреть То, в общем-то, ничего особенного мне здесь актуатор не сообщает. Приложение запущено, но можем ли мы в это вмешаться? Мы в это однозначно можем вмешаться. И первое место, куда мы можем вмешаться, это написать себе какой-нибудь свой собственный health индикатор. Ну, например, если я хочу, чтобы мое приложение работало только в правильной фазе луны. Для этого я делаю себе классик, наследуюсь от health индикатора. И health индикатор это интерфейс, в котором есть один единственный метод. И, соответственно, если у меня health индикатор возвращает, что фаза луны какая-то неподходящая, то приложение не готово к работе. Давайте я несколько раз обращусь вот сюда, вот посмотрим, сработает ли рандомайзер так, как мы хотели. Или мы сегодня счастливы, и фаза луны у нас все время подходящая. Ну, походу, у нас сегодня только подходящая фаза луны. Давайте еще в Application Properties на всякий случай глянем. Да, как бы фаза луны подходящая, но я в этом не совсем уверен. Мне нужно каким-то образом было бы здорово узнать, а что вообще входит в мои Livness и Readiness пробы. Для того, чтобы в это посмотреть, я могу в Application Properties дополнительно указать вот это вот. Указываю Management Health Show Components, и после этого актуатор мне начнет показывать, а что уже входит в состав моей Livness и Readiness пробы. Во, смотрим внимательно. Например, в состав Livness пробы входит проверка на фазу луны, на наличие диска нужного объема, на состояние Termins Discovery. И вот периодически обращаясь, я могу наконец-то поймать момент, когда фаза луны не подходит, Invalid Face of Moon, и в целом приложение, наверное, к работе не готово. Ну что же, предоставление Livness и Readiness проб – это не все, что для нас может сделать актуатор. Давайте посмотрим, что еще он для нас может сделать. Если мы рядышком запустим еще и соседний микросервис, это микросервис с математикой, у меня он тоже есть. Сейчас я его запущу. Дело в том, что у сервиса, у экзаменатора никаких метрик нету, я их не дописывал, а вот у сервиса по работе с математикой свои собственные метрики есть. На 883-м порту он живет. 883, актуатор. Вот. Это все инпоинты, которые актуатору доступны, и вы видите, что у актуатора доступны, кроме всего прочего, еще и метрики. Например, определенные числовые значения. То есть сколько у вас есть CPU в компьютере, сколько у тамката сессий, сколько открыто файлов и так далее. И хотелось бы, ну вот, например, я хочу посмотреть, сколько памяти здесь мне выдали. Пожалуйста. И мне бы, например, в какой-то момент очень бы хотелось взять и добавить сюда свою собственную метрику. Зачем она мне может понадобиться? Я могу эти метрики собирать, например, Prometheus и показывать по ним красивые диаграммы. Если я хочу добавить свою собственную метрику в приложение, то мне для этого, как говорится, всего лишь достаточно объявить BIN. Вот таким вот образом. Объявляю BIN типа MeterBinder и к этому MeterBinder вот таким вот нехитрым образом возвращаю значение этой метрики. Есть у Spring этих метрик разного вида много. Можно собирать, соответственно, метрику с обычным значением, но типа 10, 20, 30 вычисляется каждый момент времени. Другая интересная возможность – это собирать таймер. Ну, например, от A до B. И он там автоматически считает, сколько было максимальное, минимальное время, среднее время и так далее. Можно делать каунтеры. Ну, вот такая самая простая метрика – это gouache. Вот такая вот. Указываю, как моя метрика собирается, откуда берется для нее значение, в чем измеряется, как описывается и регистрирую в конце. И в конце у меня получается своя собственная метрика. Давайте в нее глянем. Вот такая нехитрая метрика. Вот такое вот значение мне возвращает. Это моя личная метрика. Что ж, давайте будем двигаться дальше. И я видел в чатике вопрос, а зачем нам вообще сервис Discovery, зачем нам отдельно стоящие эврика, если у нас есть кубернетис? И это очень отличный вопрос. Я думаю, мы подведем итоги, зачем нам отдельно нужна эврика ближе к концу. И как раз сейчас я хотел бы показать, а как можно все запустить то же самое, но без эврики. Что мне для этого нужно? Для этого мне нужен однозначно новый докер-компоузный, новый докер-компоуз. Вот он, он. И пока он запускается, я расскажу, что в нем находится. Делаю здесь докер-компоуз. Оно запускается, а здесь пока отказывается. Итак, в этом докер-компоузе есть сервер по работе с конфигурацией. У него есть свой собственный health-чек. Эврика у них выключена через переменное окружение. Есть экзаменатор, есть провайдер математики, есть провайдер истории. Вот так вот они описаны. Вы помните, что эти провайдеры запускались все на разных портах, но через переменное окружение сервер подчеркиваний порт, я заставил их всех запускаться ровно на одном и том же порту, на порту 8080, чтобы, скажем, чтобы, чтобы, а чтобы вот. Я здесь написал отдельно стоящий контроллер. Вот так вот он у меня называется, директ контроллер. И этот директ контроллер делает что? Вы помните, что у нас есть экзам контроллер, который делал довольно простую вещь. Он принимал спецификацию для экзамена, типа название экзамена, на количество вопросов, которые нужно сгенерировать. Проходил по всем ключам и на основе этих ключей генерировал вот подобную вот такую вот строку, где в качестве имени сервера было написано прям math, history и так далее. У меня в чем здесь была особенность-то? Особенность была в том, что это был load-balanced REST-темплейт с балансировкой нагрузки. И этот load-balanced REST-темплейт, он обращался к Эврике для того, чтобы получить список инстансов и, соответственно, к разному инстансу, к одному или другому инстансу обратиться. Если я не хочу использовать load-balanced-темплейт, то я заинжекчу себе обычный темплейт, но буду генерировать URL к сервисам вручную. Вот таким вот образом. Provider минус имя сервера, порт 8080. Почему Provider минус? Потому что в Docker Compose у меня сервисы здесь называются Provider минус math, Provider минус history и так далее. Давайте попробуем убедиться, что у меня все заработало. Для того, чтобы в этом убедиться, запускаю Docker Compose PS, убеждаю, что все мои сервисы healthy, а также иду в Postman, и Postman мне возвращает, подумав, он мне возвращает, что все вроде бы хорошо. Работает? Работает. Вопрос по истории есть, как старая Java, вопрос по математике есть. Работает. Без сервис-регистри. Так. Ну что, я думаю, мы в Docker все это дело задеплоили, но в продакшене сейчас уже мало кто Docker использует. Все, наверное, давно взяли и переехали на Kubernetes и используют везде Kubernetes. Да? Точно. Для того, чтобы работать с Kubernetes нам что нужно? Нам нужно, собственно, чтобы этот Kubernetes у нас был. Kubernetes у меня предоставлен, собственно, Docker-десктопом, kub.ktl настроен и, кроме всего прочего, нам бы нужны отдельные параметры для Kubernetes. Kubernetes. Точнее, вот такие вот яму файлов, в которых описано, что мы берем и деплоим. Что я буду деплоить? Я буду деплоить, на самом деле, все ровно то же самое. У меня будет, собственно, мой экзаменатор, у которого приложение экзаменатора. Отдельно у меня приложение с математикой и отдельно приложение с челли, с историей. Ну и сервер конфигурации, потому что я сказал, что я буду таскать его с собой. Давайте попробуем это задеплоить. У меня есть вот bar-файл, который для меня это делает, чтобы я внезапно как бы ничего не пропустил. Чтобы смотреть за тем, что у меня есть в Kubernetes, я буду использовать Lens. Вот такую вот клевую инструмент. Мендюк показывает состояние моего Kubernetes. И вот мы в Kubernetes видим, что у меня запустился сервис с конфигом, сервис с математикой, сервис с историей, но сервису с математикой по какой-то причине плохо. Падает со статусом error по какой-то причине. Давайте посмотрим в него и попытаемся понять, а что же ему такое не нравится. Он говорит, я, говорит, не могу зарезолвить плейсхолдер. Вы помните, что до этого у нас вроде бы все работало. У нас поднимался в докере приложение, обращалось к сервису конфигурации и оттуда все необходимые параметры получало. В Kubernetes для того, чтобы сервисы могли обращаться друг к другу, недостаточно сделать только деплоймент с определенным именем, указать, сколько реплик запустить, с шаблоном, в котором указано, из какого мы шаблона все это запускаем. Здесь нам необходимо еще создать вот такой вот дополнительный файлик, дополнительный ямлик, в котором мы создадим определенный дополнительный тип ресурса, который называется сервис. И этот тип ресурса сервиса указывает, что все, значит, другие поды, в которых имя называется, соответствует config server pod, должны наружу предоставлять порт 8080, и внутри контейнера это тоже будет порт 8080. Вы видите, что вот описание моего деплоймента для сервиса конфигурации, он как раз так и называется, config server pod. Давайте запустим сервис и посмотрим, как нам это поможет. Я его запускаю, возвращаюсь в линзы, и снова смотрю за тем, как мои сервисы поднимаются. Сейчас они начнут подниматься, я прямо на это надеюсь. Итак, они красненькие. Кто из них, интересно, первый пойдет перезапускаться? Наверное, вот этот. Пока я могу здесь точно так же взять и посмотреть сервисы, что сервисы у меня запущены. Вот он мой сервис. В общем-то, ровно ту же информацию я могу получить через консерв. Кубки trill get service. Вот показано, что сервис для сервис-конфига у меня создан. Наружу он никуда не смотрит. Так, что происходит с моими подами? Мои поды начали перезапускаться. Ну, давайте перезапускайтесь. Так, я, короче, чтобы не ждать, я их передеплою. У меня здесь есть скриптик, чтобы их всех убить и всех их поднять. Потому что у нас осталось 16 минут, и я, пожалуй, не буду тратить время. Вам придется поверить мне на слово, что с определенного момента поды переподнимутся и начнут видеть, наконец-таки, начнут видеть конфиг-сервер. Вы здесь явно видите, что они пытаются стартовать, пытаются запуститься и постепенно стартуют. Вот, например, тот же самый сервис с математикой. Мы явным образом видим, что он успешно сходил в сервис конфигурации и после этого успешно запустился. Ну, давай. Да, все, он успешно запустился. Статусы у всех стали зеленые. Дипломент в Docker и дипломент в Kubernetes, в общем-то, не должны бы отличаться. Поэтому сходим в Postman и попробуем спросить. И Postman мне говорит, что говорит, нет, никак. Наверное, все не работает по той причине, что я снова забыл добавить сервис, который опубликует мой экзаменатор для всех остальных пользователей. И на самом деле так и есть. Для того, чтобы сделать сервис публичным, мне нужно сделать новый тип ресурса, добавить типа сервис и указать ему, кроме всего прочего, что это тип лот-балансер. Давайте мы это сделаем вот здесь вот в консольке. И параллельно с этим я запущу вот все остальные свои сервисы, которые мне понадобятся. Итак, мы видим теперь, что сервисов у меня стало гораздо больше. Сервис для экзаменатора, сервис для провайдера математики и сервис для провайдера с историей. Давайте обратимся к эндпойнту и убеждаемся, что все работает. Работает? Так, каким-нибудь образом сообщите, что вы все еще видите и не все еще уснули. Если не все еще уснули, то мы будем с вами дальше продолжать. Вы все помните, что у нас есть сервис по работе с конфигурацией. Сервис по работе с конфигурацией нам в спритге нужен был для чего? Для того, чтобы было централизованное место для хранения всех возможных конфигурационных значений для разных окружений, для разных предложений. И у него была отличная клевая фишка. Эта клевая фишка заключается в том, что сервисы по работе с конфигурацией при изменении конфигурации. Даже не так, что при изменении конфигурации в сервисе конфигурация, мы можем взять и попросить наше спринговое приложение. Уважаемое спринговое приложение, иди, сходи, забери свежие значения. За счет чего это работало? Это работало за счет того, что у спринга появляется рефреш-скоуп. И если мы возьмем и откажемся от этих клевых возможностей в кубернетисе от конфиг-сервера, то, наверное, мы не сможем таким же легким образом перезабудкать свои сервисы, получать новые значения. На самом деле нет, и я сейчас покажу, как это можно сделать и с кубернетисом тоже. Итак, давайте посмотрим на мой файлик с деплойментом. У меня здесь есть конфиг-мав. Этот конфиг-мав объявляет набор параметров. Ну, что-то вроде сервер, порт на котором запускать, запускать ли эврику, запускать ли конфиг-сервер, как у меня, что он называется и так далее. И если сравнить с предыдущим примером, например, вот с этим, где я пода запускал и явным образом через переменное окружение env передавал значение every client enabled fails, сервер port 8080, я могу брать теперь эти параметры из моего конфиг-мапа. И для этого мне нужно делать не только name и value, а name, value, from. И в value, from указываю, соответственно, ключ, по которому значение нужно достать, и имя конфиг-мапы, которое я буду использовать. Вот. И в конфиг-мапе, соответственно, у меня все вот это вот дело объявлено. Ну, на самом деле, если мы посмотрим в приложение, надеюсь, оно прямо сейчас уже запустилось, как на удивление в кубернете оно у меня запускается гораздо быстрее, то я вот увижу, что сервис истории работает, сервис с математикой работает. Но было бы здорово, чтобы спринговое приложение брало и само подхватывало новые значения в случае изменения конфиг-мапы. Давайте попробуем это сделать. Я вам сначала продемонстрирую, что это действительно работает, а потом покажу, как этого можно добиться. Если я вновь пойду в линзу, то у меня здесь есть вот конфиг-мапы, вот конфиг-мапа для моего приложения. И я что беру? Делаю, например, меняю параметры math max с сотни на тысячу, и смотрю свое, и теперь я могу посмотреть в логе своего приложения с математикой. Что у меня в логе с приложением, с математикой вообще-то произошло? Мы видим, что в какой-то момент, опаньки, detected change in config map, и приложение теперь генерирует примеры не с числами не от одного до ста, а опа, от одного до тысячи. Но вы помните, что от конфиг-сервера я полностью отказался, и вообще ничего нигде не рефрешил. Давайте посмотрим, что я сделал для того, чтобы этого добиться. К сожалению, без дополнительных зависимостей здесь уже не обошлось. Вы заметили, что до этого я зависимости отключал, конфиг-сервер взял, выключил, эврику взял, выключил, то теперь мне придется сервисы добавлять обратно. В первую очередь я добавил вот такую зависимость. Spring Cloud, Spring Cloud, Starter Kubernetes Client Config. Этот Kubernetes Client Config позволяет получать параметры конфигурации из конфиг-мапов Kubernetes. Чтобы это заработало, мне понадобится добавить два вот таких важных параметра. Первая часть параметров это, во-первых, config-enabled, и вторая часть это название, источник, из которого я эти параметры хочу получить. Моя конфиг-мапа называется ProviderMapConfig, и живет она в namespace ChallengesDemo. Если я добавлю только первую часть, то мой сервис получит параметры из конфиг-мапы, но не будет их периодически обновлять. Вторая часть Kubernetes Reload Enabled, который disabled по дефолту, позволяет мне брать и ходить в Kubernetes и спрашивать, Kubernetes, а у тебя конфиг-мапа поменялась? И если Kubernetes скажет, да, конфиг-мапа поменялась, то сервис, соответственно, получит себе обратно эту конфиг-мапу и перезапустит все, обновит значения в бинах с refresh-скоупом. В application.yaml у меня, соответственно, вообще ничего больше нет. Здесь то же самое, как в config-properties, который был раньше, только в config.yaml, для того, чтобы вот это вот можно было показать красиво. Вот. На что еще я хочу обратить внимание? Если вам, я надеюсь, вот здесь вот видно, вот этот вот сервис конфигурации для Kubernetes, он, как и сервис конфигурации от Spring, а также вклинивается в момент старта приложения и добавляет свой собственный property. Этот property будет называться так, как мы укажем. Config-map, затем имя property, затем точка имя этого. Так, я надеюсь, я вас убедил, что Spring в Kubernetes тоже может рефрешить свое состояние и периодически смотреть, не поменялось ли что. Так. Там, я надеюсь, не все зрители уснули. У меня остался один клевый пример, который я вам обязательно хочу показать. Мы все понимаем, что если сервисов у нас много, а мы разделяем эти сервисы специально для чего? Для того, чтобы пользователи могли прийти, и если к нам пришел миллион пользователей, то мы могли бы взять и вообще так вот жестко смасштабировать с одного до десяти. Правильно? Правильно. То есть, Kubernetes нам позволяет, кроме всего прочего, взять и масштабировать наше приложение. Давайте я задеплую чуть более короткую версию, чуть более, скажем, маленькую версию своего приложения. В нем будет только Config-map, в нем будет только экзаменатор и сервис по работе с математикой. Для того, чтобы мне хватило ресурсов все это смасштабировать. Все сервисы здесь все сразу есть, load balancer все есть и так далее. Я сейчас ручками это делаю за деплойом. Kubernetes supply.f main stack. А в соседнем окошке я буду создавать нагрузку. Как создать нагрузку для приложения? In cloud. Как называется мой проект? Так создают нагрузку, скажем, очень суровые ребята. Обычно для этого используется, например, bash-скрипт. И я не исключение, я тоже возьму вот такой вот страшный bash-скрипт, который в while true заставляет сервис по работе с математикой генерить мне сотни запросов. Чтобы это все заработало, мне достаточно запустить этот сервис. И вот здесь вот в отдельном потоке, в отдельном окошке он у меня будет генерить. Так как Kubernetes у меня работает поверх докера, то я могу взять и посмотреть через Docker.stats, что у меня вообще происходит. Вы видите, что сервис по работе с математикой внезапно начал жрать ресурсы. И это как раз то, чего мы и добивались. Но Kubernetes, если мы посмотрим в список кодов, которые у него есть, он, в общем-то, никоим образом не идет и не создает мне больше сервисов по работе с математикой. Что мне нужно для того, чтобы Kubernetes это объяснить? Для того, чтобы Kubernetes объяснить, что мне нужно больше сервисов по работе с математикой, мне нужно ему задеплоить автоскейлер. И пока автоскейлер деплоится, я вам покажу, что он из себя представляет. Он из себя представляет вот такой вот ресурс HorizontalPolt автоскейлер, которым указано, что называется он как бы автоскейлер. И он должен скалировать от одного до трех деплоймент, который называется Backend Math Deployment. Как он узнает, когда нужно деплой, когда нужно скалировать больше, когда у меня ресурс типа CPU утилизируется больше, чем на 15%. Откуда он эту информацию возьмет? А отдельную информацию о том, что ресурсы используются тем или иным образом, он возьмет из метрик сервера, который предоставляется самим Kubernetes. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Kubernetes get high performance and availability. Сейчас оно обновится. Это займет некоторое время. Так, давай поднимайся. Раз в 15 секунд только эти метрики предоставляются. О, вот, вы увидели. Метрика обновилась. И здесь я явным образом вижу, что использовалось ресурсов не знаю сколько, не знаю сколько. А здесь Kubernetes внезапно узнал, блин, 35% CPU вместо 15% используется. Наверное, надо взять и запускать больше подов. И, как ни странно, Kubernetes сейчас начнет это делать. Вы видите, что у меня раз и дополнительно поднялось еще два под математики. Если я нагрудку снижу, то у меня количество подов возьмет и скукорьется обратно. Вот таким вот нехитрым образом мы можем брать и деплоить Java в Docker, Java в Kubernetes и так далее. Ну что ж, давайте попробуем потихонечку подвести итоги всего того, чего мы с вам рассказали. Значит, на мой взгляд, Observability – это, наверное, самые ценные Illity, одна из самых ценных Illity, которые есть. Которые позволяют вам спать покойно по ночам, получать уведомления на телефон в рабочее время, а не звонки от пользователей, которые внезапно звонят и говорят, что у нас все сломалось и не работает. Spring Cloud – это великолепный набор проектов, которые существенно упрощают разработку клаудных решений. С одной стороны, да, там есть Эврика, и она отлично подходит для вариантов, когда у вас есть смешанная инфраструктура, часть в Kubernetes, часть без Kubernetes, например. И в этом случае Эврика будет таким связующим звеном, который будет знать о всех сервисах, которые и в Kubernetes, и вне него. Если у вас все находится ровно в одном оркестраторе в Докере или, например, в оркестраторе в Kubernetes, то практически все то же самое, что предоставляет Эврика, в Kubernetes тоже есть. Но Эврика предоставляет гораздо больше. Если, скажем, балансировка нагрузки силами Kubernetes, она в основном работает по стратегии в round-robin, по рандомной стратегии, то Эврика предоставляет чуть больше. То лот балансировщик Spring, основанный на метриках, которые есть и в Эврике, предоставляет гораздо больше возможностей. Например, отправить запрос на тот же сервис, в который отправляли в прошлый раз, на наименее загруженный, на тот, с которого ответы быстрее всего происходят и так далее. То есть вы можете в этот момент сильно вмешаться. С другой стороны, если на сервер конфигурации посмотреть, на который мы тоже посмотрели, то Spring сервис конфигурации, он чуть более богатый. Его можно подключить к битовому репозиторию, можно подключить отдельно к папке, можно подключить к своей собственной базе данных. И в зависимости от разных профилей загружать тот или иной набор ресурсов. В кубернете мы тоже можем до определенной степени это эмулировать конфиг-мапами, но, как вы видите, функциональность тоже не настолько богатая. Все примеры, которые я показывал, доступны вот по этим вот двум ссылкам. Подписывайтесь в Твиттере, ставьте звездочки на Гитхабе. На удивление, я даже уложился. Слова благодарности, Саша, тебе. Вероятно, что Женя нас тоже слышит, но я его не вижу. Он, наверное, где-то спрятан, но он мысленно с нами. Это было полезно, круто, наглядно. И то, что мне больше всего нравится в твоих докладах и в докладах Жени, то, что прям вы берете руки вот эти вот пальчиками, кодите, и все видно прям. А от наших зрителей, я присоединяюсь к нашим зрителям, они все говорят спасибо, было очень круто. Очень полезно то, что не просто там какие-то слайды, давайте делайте вот так, вы просто попадаете в те же самые проблемы, в которые будут попадать наши зрители, наши участники. Вы решаете эти проблемы в лайве. И, в общем, это все очень круто. Респект вам. Очень хороший доклад получился. Спасибо. Спасибо.